Сейчас Миша картинку оценит. Так, картинка хорошая. Картинка хорошая. Начинает видно быть границей этого рола. Да, не надо границы. Надо, чтобы он был безграничный. Нет, но надо, чтобы камера была ровно между вами по центру. Можно сдвинуться. Всё, я сделал уже. Всё, но... Звук может быть включён. Звук выключен. Ну всё, я не мешаю. Не мешать, да, не мешаю. Вот какой-то мужик смотрит здесь. Да, потому что это... Как Андрюха спросил, почему у тебя реклама была? Чего у тебя реклама? Гадалок. Всё, мы в эфире, вообще-то. Окей, давай поздороваемся. Так, всё. Приветствую вас, настоящие будущие авиаторы. Знакомьтесь, это Алексей. Сегодня у меня в гостях. Пресс-секретарь Федерации планированного спорта. Основная тема нашего сегодняшнего стрима – это планиризм. Поэтому... А, да, ну здесь должно было быть надпись на превьюшке. И Алексей нам поможет разобраться именно со всеми перипетиями именно планерной движухи. Ну и, в принципе, как авиатор он очень опытный. Если у вас будут какие-то вопросы по теме, как войти в авиацию, как там пройти какие-то сложные бюрократические моменты, Алексей сможет нам с этим делом помогать. Формат такой у нас будет. Мы где-то 5-7 минут будем общаться на какую-то тему. Эту тему либо зададите вы интересным вопросом, либо вот как сейчас мы с чего-то начнем, да. И потом вот через каждый вот такой интервал 5-7 минут мы будем скроллить все ваши вопросы, которые вы задаете. И на них стараться максимально отвечать. И есть такая опция, если вы хотите, чтобы ваш вопрос ни в коем случае не потерялся. И мы его точно заметили. Или вы нас хотите чем-то перебить во время нашего общения, да. Есть у нас донат-сервис в описании, ссылочка. Там задаете вопрос, донатите сумму, которую вы посчитали нужным. И мы 100% увидим ваше сообщение, скажем вам спасибо, либо ответим на ваш интересный вопрос. Так что так, я думаю надо начать тогда, Алексей, с темы вообще именно планерный спорт. Как в него прийти, какие основы. То есть я думаю, историю, наверное, не надо поднимать, как было раньше и так далее, да. Вот как сейчас, вот человек нашел планерный аэродром или хочет вот летать. Какие его действия должны быть? Да, я хочу одну ремарку дать, что все-таки я как гость, наверное, как частное лицо. Потому что, когда я представляю какую-то организацию, я должен как-то ограничивать себя и фильтровать свои ответы. Я хотел бы просто выступить как летающий человек, летающий на планере. Ну да, планирист, просто опытный планирист. Ну, опытный делим там на 10 и получаем правильный ответ. То есть, чтобы я мог в формате, мы делали беседу интересную, а не беседу на телевидении там или на радио, где надо подбирать ответы, там может быть быть вежливым. Я не знаю, мы же можем быть невежливым. Нет, можем невежливым. Да, потому что, но с другой стороны, дебильные вопросы, они раздражают только вот в тексте или еще где-то в онлайне, они, в принципе, нормально смотрятся. Поэтому мы для вас пригласили, чтобы отвечать, в принципе, на вопросы, которые 90%, а может 80%, а может 50% будут действительно глупыми вопросами. Но, сразу скажу, глупых вопросов не бывает, потому что в авиации как? Много, как сказать, плохого, я думаю, ну, мое мнение происходит, опять же, я буду транслировать свое мнение исключительно, не прикрываясь там организацией, что много вещей происходит от того, что люди по умолчанию считают, что кто-то что-то знает. Например, прилетел Андрей на новый аэродром, там не подумали, там думали, ну, он, наверное, изучил район полетов, там знает, что здесь у нас водокачка, здесь у нас там коровы, там у нас милиционер живет, над ним летать нельзя. А потом, ну, оказывается, что он этого не знал, а спросить он постеснялся, потому что, ну, что, я дурак, что ли, у меня уже налет там 25 часов, я уже все умею, что я буду спрашивать? Вот эти вопросы, их нужно задавать, если вы что-то не знаете, всегда подходите к товарищу или, там, к старшему или к младшему, там, это не зависит от старшинства, потому что бывают и младшие такие, что расскажут все почище. Что касаемо планерного спорта, сразу, вторая ремарка, спорт это, ну, приходите в планерный спорт, если бы я это услышал когда-нибудь, я вообще никуда не пришел бы. То есть, непонятно, что это... Я спортом занимался, в детстве, там, в юности, многие, наверное, занимались, там, это как говорить, приходите, там, в консерваторию играть, там, не знаю, на конкурс пианистов. Да нахрена мне этот конкурс пианистов, я в детстве на этом пианино, меня им замучили. Опять же, самый главный посыл, приходите на аэродром, попробуйте, там, самолет, вертолет, планер, там, что угодно, автажир, дельтолет, параплан, там, дельтаплан, это, ну, это посложнее будет уже задачка, Ну, тоже можно попробовать, потому что заранее рассказать, что это такое, вообще непонятно. Потому что я лично, так скажу, что я абсолютно равнодушен к авиации, как был, так и, в принципе, есть сейчас. То есть, я никогда не тянула в авиацию, как большинство людей, с которыми я общаюсь, летающие, которые там спали, видели, самолеты рисовали, не знаю, клеили там из бумаги их. Мне было абсолютно безразлично, до тех пор, пока я там первое не попробовал, а, наверное, самое главное, не увидел. Когда я увидел летящий планер, я подумал, вот это тема, еще даже не летаю на нем. Хотя я уже к этому моменту на самолете учился летать. Ну, то есть, продолжаю ответ на вопрос. Чтобы прийти в планерный спорт, не надо принять решение, я приду в планерный спорт. Я такого человека, может, видел одного, там у нас есть Сергей Серов, вот он, мне кажется, он изначально думал, что я буду спортсменом, мне кажется, он рассказывал мне об этом. Все остальные как-то попали туда, случайно, ну, в спорт, я имею в виду спорт, потому что спорт, это внутри, это как вот, я не знаю, в авиации, там, санавиация. Ты же не хотел стать летчиком, не обязательно санавиация, а просто потом попал в какую-то такую там подразделение. Вот так же самое с планеризмом. Люди приходят летать, удовольствие получать, а не соревноваться. А вот, чтобы они соревновались, это уже задача нас, рассказать им, что, оказывается, эта тема-то вообще... Ты можешь не просто, да, кайфовать. Дело даже не в том, что не кайфовать, не кайфовать, а дело в том, что ты хочешь совершенствоваться. Большинство людей, вот, в малый вес, я же сказал, что в тех анонсах, которые давал у себя, что я там кого-то сейчас обижу, я сейчас обижу кого-то. Большинство людей, купившие самолёт, давайте по самолётчикам пройдёмся, да. Люди купили самолёт, они приезжают по выходным, они летают по кругу, они в зону, прокатят маму, папу, жену, собаку, коллег по работе, куда-то, может, слетают не по кругу, конечно, в зону, может, слетают на соседний аэродром, там, но, в принципе, на этом их развитие, как лётчиков, восстанавливаются. Они летают редко, они просто как кайф летают, ну, зачем я буду. А подготовка к какому-то полёту, это, я не знаю, он показывал все эти темы, да, всё-таки это, если ты ещё так по олдскульному готовишься, там, с бумагой, с этим, то есть, что не исключает электронную подготовку, то это всё же некоторая работа, а людям порой хочется на отдыхе, ну, вовсе не работы. А сел самолёт, там, педали, ручка, там, или штурвал, рулишь, крутишь их, ты лётчик, там, я лётчик, всё такое, песня. Ну, да, на самом деле, таких людей тоже, я не понимаю. Таких людей большинство, я их не критикую, это просто данность. Да, это данность, и это нормально. А срыв, я сейчас... От этого, кстати, от таких людей и выстраивается мнение, что авиация это игрушка, что это, ну, не практическое какое-то крутое решение, как транспорт или так далее, а что это просто игрушка для обеспеченных людей. Вот мне кажется, вот от таких людей это, ну, вот это мнение идёт. Опять же, они кого-то прокатали, они посмотрели, а, чувак может себе позволить просто покататься там и всё. То есть, ну, и чувак там, у него шестиместный двухдвигательный самолёт, да, на аэродроме стоит, грубо говоря, да, А он... Таких немного, надо сказать, сразу. Ну, вот у меня на аэродроме есть. Ну, человек просто, ну, не успевает куда-то летать или нет желания, не понять не могу, да, но сама суть, потому что он кого-то покатал и всё. А этот самолёт, он как бы, ну, он и не живёт, грубо говоря, своей жизнью. Самолёт должен летать. Любое воздушное судно, чем чаще оно летает, тем оно живёт. Вот наш товарищ Андрей Иванов любит цитировать с руководства полётной эксплуатации или там технической эксплуатации по два. Самолёт обтянутый пергалем деревянный, хранился он на улице. Не было там ангара в таком количестве, да и нет у нас сейчас. Самолёт после дождя обтереть тряпочкой там и полетать. Вот это была такая рекомендация, чтобы он просох. Вот, кстати, люди сразу спрашивают, вот, в тему нашего разговора продолжить можно. Так, а ценник, чтобы летать часто. Типа, это же дорого. Вот, мне кажется, здесь классное решение, это вот совместное владение, либо кому-то отдавать в аренду и так далее. Совместное владение сразу, можно его, там, оторвать ему задницу. Эта идея совместного владения. В России люди не умеют договориться друг с другом. Да. Это не Европа. Вы должны очень хорошо понимать, либо должны вы все быть там 5-10 человек юристы, либо там должен быть кто-то один во главе большой, а в третье, а остальные все такие, кто не поспорит. Если это будут равноценные люди, которые там еще бизнесом занимаются, не дай бог, и еще у каждого там свое мнение, они не умеют, предположим, его там смирять. Все, это начнется, это дальше самолет может не летать, а они его еще будут делить до пенсии. Если вы, ну, в любом случае, если вы решились на вот это мероприятие по долевому владению, вы скачаете с сайта аопа.ру, там есть образец договора долевого владения, и заключите его, и зарегистрируйте его, то есть на, как это называется, на всех этих воздушных суднах, либо частями, либо есть еще процедура, когда регистрируется на одного, я забыл, как это называется юридически, есть такой тоже фокус, ну, юристы меня могут поправить, когда вроде как бы на одного, а остальные все равно часть имеют. Такой тоже вариант есть. Ну, чтобы 5 человек или 10 там не делали, там, 10 доверенностей, там, 10 пошлин не платили, или пошлина одна платится, ну, не суть. Ладно, это все детали. В общем, чтобы самолет не был золотым, он должен по-настоящему спланировать. Ну, в общем, мы про планера говорим, потому что, а с планером там все очень просто решается. Летайте на соревнованиях, и вам будет очень много полетов. Вы через, там, 5 дней полетов подряд, вы не захотите летать, но вам придется. Вы будете идти утром в планеру и думать, нахрена я, как это, нахрена я вообще во всем ввязался. Это стадия спорта-спорта. Да не важно, на чем ты летаешь. Не имеется в виду, это стадия... Ну, это, ну, она чуть-чуть дальше, она через год, через два от вашего начала, от ваших полетов. Давай про начало поговорим, о эту тему. Начало я вам сказал, придите на аэродром, все, заранее там, мне много людей звонит, или звонит, я все время путаю, и спрашивают, там, начинают меня спрашивать, там, пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, я могу им, конечно, ответить, но я говорю, вы приедете на аэродром, там, 50% ваших вопросов сразу снимется, а возникнет еще тысяча процентов таких, которые вам даже в голову не приходило, и вам будет интересно на них отвечать, а не на какую-то там, какие-то непонятные минорные вещи, или там, расчет денег, люди пытаются периодически, я знаю, сделать, там, сколько мне будет это стоить. Я не знаю ни одного человека, который... Вписался бы в сумму. Нет, даже не так, я хотел сказать, что я не знаю ни одного человека, который делал такой расчет перед покупкой машины. Ну, кстати, да, потому что никто не учитывает стоимость заправки, стоимость обслуживания, стоимость, даже мойки, даже подкачки колес, да, это все в сумме. Есть продвинутые люди, которые вот сейчас уже ездят на каршеринге, и они говорят, я посчитал сейчас уже, ну, уже у него была когда-то машина, а может быть, не одна, и вот посчитал сейчас, что это, ну, извините, я лучше... Сейчас уже на аэродром на каршеринге, кстати, ездят, уже тема такая, вот она недавно появилась, потому что, я так понимаю, разрешили выезжать из Москвы, а для меня это было, ну, я смотрю, приезжают на аэродром, там раз, одна машина каршеринга, вторая, третья, я чувствую, так скоро вообще там ни одной частной машины не будет, будет сплошной каршеринг. Ну, что, круто. Что там? Параплан для населения страны, это по карману еще. Все эти тоже, да, вот, парапланы... Не знаю, тут у нас нету парапланилиста сейчас под рукой, но я вам расскажу свои знания. Когда с ними сейчас разговаривать, оказывается, что это в сотню рублей, в сотню тысяч рублей выйдет бюджет. Потому что купить свой шлем, ботинки, комбез, подвеску, парапланы... Тут как бы психологический вопрос, либо у тебя все свое, но ты бы заплатил те же там 500 тысяч рублей... А там у них аренда, по-моему, не очень распространена. Да, но у тебя все свое. Либо ты заплатил те же там от 200 до 50 тысяч рублей, но летаешь на арендованной технике, ну, точно так же смысл то, что ты летаешь, но ты по-разному летаешь. Парапланы, планеры... Кстати, у планиров есть фишка такая, которая их отличает вообще от другой авиации в России, как минимум, потому что если в самолетах, да, вот аренду самолета очень трудно найти. Вот пример там Андрея, предположим, или, ну, в других каких-то случаев очень редко вы можете найти самолет в аренду. Там, наверное, может быть, что-то другое вы где-то читали или слушали, или сравнивали с заграницей. В России вам в аренду так просто самолет никто не даст. А вот планера, они так устроены, что там, в принципе, наверное, ну, как минимум 50%, а то может быть и 80 людей летают на арендованной технике. Вам не надо покупать планер. Смысл планиризма в этом, как бы, что-то... Ну, как смысл? Нет, люди к этому приходят рано и поздно, потому что кому-то хочется уже там свою приборку, а там ее постоянно переставлять, кому-то хочется летать на конкретном планере определенном, а не тот, который ему дадут в этот момент. А его в какой-то момент может и просто не оказаться, потому что вот есть лимит, да, и вот его выбрали, и ты должен либо ждать, либо вообще не летаешь в этот день. Там, то есть, можно ничего не иметь, иметь только желание. Человек пишет, панамка отличия между парапланиристом и планиристом. Там кто-то в комментариях написал, что у нас в Таганроге полгорода планиристы. А, все панамки. Не знаю, я с детства считал, что какую-то дурью эту панамку, кто ее может одеть подобровольно, это же выглядит, как идиот. Да, нормально, как планирист. Теперь я понимаю. Так, вот тут тоже, кстати, люди часто задают про 115 килограмм. Вот, и, кстати, 115 килограмм, если вот тоже, если говорить, планер, самолет и другая техника, да, то самолет, это у тебя топливо, там, на 15 минут полета, грубо говоря, не помню, сколько там, 9 литров или 15 разрешено брать с собой, ну, то есть, немного очень. Вот. А если планер говорить, то это уже полноценный, то есть, планер, он будет полноценный. Я бы с самолетом бы тоже не ровнял, там, я не думаю, что на 15 минут, там, скорее всего, расход маленький, не так много этих аппаратов, я, честно говоря, никогда. Сама суть, что если самолет до 115 килограммов, то он не совсем полноценный. Ну, не сказал бы я, понимаешь, это же он, я лично за себя скажу, я вот буду на примере себя проводить, чтобы люди там не пугались, что я кого-то пример привожу. Я имею вот такой самолет, ну, примотал бы там конисру с бензином, да, условно говоря, к ней, и все, и летал бы, то есть, формально, да, он на 115, да, ну, ты понимаешь, я же хочу летать, у меня нет задачи, там, во всем соответствовать букве закона, да, ну, вот лично мне, например, да, моя задача летать, а не вот так, чтобы там, все прямо там до буквы было, тем более, какой вред от этого, ну, никакого, так скажем. Поэтому, самолет 115, я считаю полноценный, хотя я, честно говоря, видел только на видео у нас, не так они распространены, почему-то, не знаю, планировать 115, ну, ты же на нем не полетишь, да, если говорить про функционал самолета, мы чтобы только сказали, что 80% людей и так никуда не летают, опять же, это не значит, что это норма, это не значит, что это плохо, знаешь, люди на летолетах летают, люди до Дальнего Востока слетали, там, лет 5 назад, на летолетах, там, ничего, хотя вроде аппарат-то такой, не, потом вот был сейчас, он сейчас продолжается, он кругосветка, на автожирах, на что автожир не, тоже не аппарат для дальних полетов, тоже люди летят, но это уже герои такие больше, чем нормальные люди, ну, все же все можно, поэтому полноценный, полноценный, немного Андрей загоняет, ну, ладно, я просто, опять же, планер 115, планер 115 тоже, ну, хорошо, есть у вас такой планер, но вам все равно нужна инфраструктура, чем вы будете запускать этот планер, какой-то средний запуск, лебедка, самолет, лебедка, самолет, либо этот планер, вот как сейчас сделал, Волков с Кулешом, они сделали самовлетный планер, реактивный, который, достаточно, сейчас популярен в интернете, и они уже заказов набрали, там делают во всю, но тоже у него оказались тоже свои нюансы, самое смешное, этого планера, любая, любая, как сказать, добавление в конструкцию, усложняет конструкцию, добавили закрылки, стало все сложнее, добавили двигатель, стало все сложнее, и оператор, и требования к оператору возросли, то есть, если в планере у тебя есть педали и ручка, и в принципе, ты вообще там ни о чем не думаешь, кроме там, ты и так вообще ни о чем не думаешь, ну, условно, упрощают ситуацию, а тут двигатель, у него какие-то режимы есть, у него нужно охладить, нагреть, там, ну, понятно, что он на этом планере работает, там, три минуты, дальше ты его выключаешь, но все это время ты должен быть аккуратным, и следить, чтобы там были правильные режимы, и, знаешь, даже газонокосилку-то не так просто запустить, а тут двигатель, то есть, нужно быть, то есть, дисциплины там должны быть, так и побольше, наверное, ну, и внимательностью, хотя эти вопросы по существу, кстати, а вот у меня рост 192, и весь 150 килограмм, я вообще в планер лезу, если влезу, то он вообще взлетит, хороший вопрос, я вот самым тяжелым летал человеком, 150, наверное, не летал никогда, ну, я думаю, что, а это нереально сбросить больше, нет, честно говоря, 150, мне кажется, наверное, много, под разных людей есть и разные планира, нет, планира есть, в принципе, в бланях такого человека будет очень сложно запихать, планира, даже без сидушки, на самом деле, ответ на вопрос, наверное, знаете, как в чем кроется, он кроется в вашем приезде на аэродром, попытке сесть там, в такой-то, в такой-то, в такой-то планер, кроме бланика, есть еще двухместные планера, там, в России, несколько видов там представлены, просто от региона вашего зависит, если найдите, напишите меня, ваш конкретный кейс, вашу, ну, вашу ситуацию, тут мы всегда каждого усаживаем, вот, например, в Воронеже, да, Антон Геннадьевич летает, там, он там, под два метра ростом, складывался, когда на бланике летал, складывался, там, в два ряда, убирал сидушку, там, колени на ушах, но человек летал, потому что ему надо было научиться, дальше все, он научился на бланике, дальше там у него же свой аппарат, самолет, планер, там, то есть, в принципе, эргономически есть аппараты для больших людей, тот же самый, тот же самый Твинастер, вообще там, там, не знаю, ванна такая огромная, но, там есть, там есть ограничения, скорее всего, например, по массе, в передней кабине, да, но по факту, там можно посчитать центровку, я думаю, что, наверное, надо посчитать, понять, в общем, я думаю, что взлетит тут, и будет нормально управляться, то есть, не будет там, какой-то центровки, которая превышает переднюю, но это надо считать, считать, и надо сажать, потому что антропометрические данные, когда самолет конструирует, ты уже делал, вы делали же его манекены, там, да, да, стандартный пилот, 80 килограмм, мы же вас не можем посадить, вот приезжайте, садитесь, и, там же есть мотоплайнера, вот есть мотоплайнера, например, а, у нас есть, кстати, Ваня у нас есть такой, из Яндекса, ладно, я фамилии не буду говорить, а потом скажут, что обидится на меня, не рекламирую, обидится, скажут, я может там от жены деньги украл, и купил самолет, стандартная ситуация, нет, кстати, не говорят, что они летают до поры до времени, пока там, ну, в итоге уже не расскажут, так, тут у нас донат, расскажите, про получение планерного пилотского, где прочел, что Алексей, как-то раз, собирал группу в Чехию, где-то прочел, что он собирал группу, не в Чехию, а в Сербию, и в итоге, вся эта группа, никуда не поехала, и они мне до сих пор благодарны, потому что они все купили билеты, а потом все, давай вот эту тему, давай тогда, а тема очень короткая, вы не получите в России сейчас плаверного пилотского, поэтому можно, значит, пилотского можно успокоиться, можно идти, хорошо, у людей очень простая логика, вот давай вот, чисто человеческая, да, я езжу на машине, чтобы ездить на машине, у меня есть удовлетворение, да, позволяющим ездить на машине, чтобы летать на планере, у меня должна быть какая-то бумажка, что нужно, ну, получается, в наших реалиях у нас есть летная книжка, в которой есть все допуски, и это заменяет в наших реалиях? Оно не заменяет, оно де-факто, то есть мы с этим, другого у нас нету, и пока быть особо не может, поэтому особо продвинутые, или особо там бывающие за границей, или кому надо летать за границей много, те получают иностранное пилотское, с каким-то зачетом, нашего опыта здесь уже получено, либо там без зачета, но обычно с зачетом, и, собственно, если вас сильно упретесь в пилотское, вы его получите за границей, в России пока с этим, ну, затруднительно, но все-таки надо понимать, что про пилотское вообще отдельная история, и я, опять же, я сейчас много крамолы буду говорить, такой там, но вы ее слушайте, но делайте выводы из нее какие, что я это говорю не ради крамолы, чтобы сказать, что нарушайте, я это говорю летайте, а для того, чтобы летать, иногда бывает надо нарушить, значит, суть какая, что очень много знаю людей, которые получили пилотское, что самолетное, что планерное, когда бы их были такая возможность, не летают, все, это все равно какое, и гражданское, у меня есть данные по этим людям, то есть, многие, они либо поставили галочку, такую себя где-то, знаешь, прыгнул, сделал, большинство прыгнул, с парашютом, они раз все, с парашютом прыгнул, там на шаре, на воздушном полетал, предположим, новый тренд, сейчас шары есть, еще можно на шарах полетать, люди тут с пара говорили, типа, давайте на аэростатическом, в принципе, полетах, в Винни-Бух летать, ну, на аэростатическом, мы уже, вернее, у нас есть идея, пригласить сюда человека, который расскажет все про аэростаты, и расскажет, как научиться, причем, получить свидетельство, там все, все красиво у них, не так, как у нас, но, наставим эту тему на следующий стрим, окей, интересно, так, так, подытожим, что в России, в России, если вы хотите учиться, то есть, вопрос, вопрос неправильно поставлен, потому что на него нет ответа, а на вопрос, на который нет ответа, что его задавать, нет, нельзя, и поэтому, приходите в аэроклуб, учитесь, без свидетельства, и летаете, когда, когда мы придем к тому, что у нас будут у всех свидетельства, еще 10 раз все поменяется, и я думаю, что мы этот вопрос, так или иначе, урегулируем, либо нет, либо продолжим летать так, без них, в общем-то, собственно, пилотских никогда не было у военных, как-то военные-то летали, ну, да, у военных оно появилось, я с удивлением узнал, мне показали, у военных есть теперь пилотское, ну, то есть, такая, в ледериновой такой корочке, ну, такой страшный, конечно, на вид, но оно у них есть, ну, либо же вариант есть получить пилотское за границей, есть, конечно, это очень интересный вариант, и он еще более интересный, когда ты умеешь летать, ты можешь сравнить, вот, потому что, обучился здесь, да, да, но это, конечно, только некоторые изврат, в частности, может быть, денег там, и времени, но, в целом, это очень интересно сравнивать, вот, не знаю, те люди, которые, например, учились на самолете здесь, потом в Америке, очень интересно их сравнение послушать всегда, с планером то же самое, у нас все равно отличия есть, в нашей культуре, и самое главное, они по итогу еще и получили бумажку, да, фиг с ней с этой бумажкой, Андрей, с этой бумажкой, я, вот, у меня есть бумажка, что от этого, мне стало, вот, а до этого у меня не было бумажки, летал я без бумажки, и что, как-то мои полеты отличаются бумажкой, или без, никак они не отличаются, только наоборот, я стал больше думать с этой бумажкой, что, как эту бумажку получить, но у людей пишут, поэтому 115 килограмм, не думайте надо, не обязательно, неправильный вывод, 115 килограмм, это вариант, если вы совсем там анархист, где-то в селе живете, там, какую-то лебедку смастерили, я не знаю, вам ничего не надо, вы летаете один там, не знаю, местного, местного тракториста научили, это, либо вас запускать, и летаете в одиночку, все-таки планиаризм, это групповая такая тема, и вот эта 115, она, я не знаю, если вы хотите, говорите, что хотите 115, вы лучше купите этот, знаете, аэрошут, я на этой штуке не летал никогда, но очень много, аэрошут, я только все время путаю, давайте я опишу лучше, аэрошут, это когда у вас силовая установка, за спиной, на лямках, висит, карлсон такой, и там параплан, причем параплан такой, более усиленный, но это параплан получается, короче, неважно, пусть будет мотопараплан, мы описали ее внешне, вот по деревням, по каким-то селам, и вообще там, где хочешь летай, там без всего, они там носятся, как вообще, там бог на душу положит, мне кажется, это гораздо более демократичная штука, но она и уязвима, особо в термичку не полетаешь, это конечно не самолеты, не планет, но это просто полеты ради полета, можно сказать, ну так все у нас полеты ради полета, но имеется ввиду, твои характеристики от твоего полета, будет меньше, то есть, ты летаешь, не уверен, ты летаешь получить удовольствие и так далее, я и часто летаю от того, ну вот, просто сел, как бы, да, посадку совершил, и просто, офигеть, а я побывал там, там, я там за полчаса облетел фиг знает сколько, пообщался там, ну ты понял, переворачивается сознание, то, что ты на этом виде транспорта, или на этом, с помощью этой темы, вообще по-другому прожил, и вот если сравнивать планер и параплан, то в этом же контексте, да, планер более, ну ты дальше можешь улететь, к этой ситуации описаны, я абсолютно равнодушен, был я там, там, мне больше интересно, что я испытывал в полете, как я вот, ты играешь в шахматы, ты вообще на стуле сидишь, а один говорит, надо в шахматы играть в этом, в поезде, потому что ты будешь в окно смотреть, в шахматы будешь играть, слушай, ну, ты, наверное, ну, понял, да, может, либо шахматы тебе не очень интересны, либо ты просто любишь за окно смотреть, поэтому, нет, я говорю, что вот это 115, ну, не тешьте себе мыслью, что там 115 все равно, чем вы будете его поднимать, если вы с двигателем купите, вот у тех ребят, о которых я говорил, с реактивным, то он стоит вообще так освежающе, он там по 30 тысяч евро стоит, это такая свобода очень дорогая, так скажем, но с другой стороны, для этого трактор там наняли, дали там 2000 рублей, либо там что-нибудь еще ему, он вам выкосил все, косилка, это обычный роторный, ну, там кочки, ну, то есть, это такое, я уже рассказываю, при приготовлении полосы в домашних условиях, там, не знаю, там к машине, даже нет, можно вот эта же косилка роторная, она пошибает и муравейники, все вот это, все это хрень, то есть, если вы захотите Андрея куда-то пригласить, например, на самолете, часто, кстати, вопрос, что нужно, что, давай, я делаю. наимите дядю Васю, у которого есть навесное, к своему трактору, там, в Беларуси, если оно есть более мощное, еще лучше, ну, даже в Беларуси с навесным, этими роторной косилкой, он очистит полосу, там, шириной, там, не знаю, там, 20 метров, и длиной, там, не знаю, 400, 400 метров, все, муравейники, кротовины, всякие, пошибает, там, на машине покатайтесь, если можете 60 километров ехать, там, на машине, и подвеска у вас не отрывается, ну, значит, звоните, там, Андрей, прилетай. То есть, что нужно, про документы, кстати, аэродром, давайте, мы затронем, не обязательно, какие-то документы, главное накатать полосы, если, юридически я могу сесть, если полеты меньше 30 дней в году осуществляются, то даже не надо уведомления подавать, по-моему, а если хотите, можете его подать, если, собственно, уведомление, то, что точка работает, не точка, а просто уведомление, начале полетов она называется, вот, если вы на поле начали летать, вы можете составить бумажку, заполнить ее, отправить, она даже не подразумевает ответа никакого, то есть, вы уведомили все, потом там закончили, это можно делать, можно не делать, ну, вообще, по закону, если быть точным, прям совсем, такая бумажка нужна, но, но только если больше 30 дней в году, сейчас я могу, я знаю, моя память, она не очень такая совершенно, по-моему, как раз, или она на меньшее, надо изучить вопрос, кому интересно, напишите мне потом, я вам. ребята, вот у нас здесь, телеграм-канал, наш, который мы создали, там больше всего активность проявляет Алексей, ну, и другие ребята, которые специалисты в своих отраслях, и смысл этого телеграм-канала в том, что туда можете писать любой вопрос, связанный по авиации, по любой авиации, и будем стараться вам отвечать, и уже там у нас своя аудитория подтянулась, которые уже там епутные, тоже готовы отвечать. Ну, пока там, да, но пока там не сильно много активности, что там, в принципе, какие-то планиристы больше отвечают, либо люди, которые в Америке научились, там даже есть два инструктора, да, два коммерческих пилота, то есть, там как-то больше про иностранное обучение, либо про планира, либо там Андрей, может иногда ответить, ну, и Лес иногда отвечает, ну, в целом, если там появится вопрос, на который мы не сумеем ответить, то мы найдем людей, которые либо про дезинфицированы. он должен касаться малой авиации, то есть, если вы хотите стать коммерческим пилотом, это не про нас, или линейным пилотом, ну, ребят, ну, мы про это ничего не знаем, и нам даже не очень-то интересно, хотя, если, как бы, прям совсем не получается у вас вопрос, прям совсем, там, мечта у вас, да, вы там не ради денег идете в большую авиацию, там, а у вас мечта, ну, да, конечно, да, напишите, я вам там помогу, минимальными своими знаниями, просто дав ссылку, там, на кого-нибудь, там, или дав контакты, вот, с другой стороны, если человек, я так считаю, немножко обидно сейчас скажу, если человек хочет стать, прийти, стать линейным пилотом, и он не может пользоваться гуглом, ну, наверное, ему не надо быть линейным пилотом, ну, не обижайтесь только, это, наверное, так, вот, если в малую авиацию, мы вам все ружьем и в ротик положим, потому что, без вас, малая авиация, там, загнется, завтра, или послезавтра, если вы не придете, вот, реально, кто смотрит, если вы не придете, вот, все так и будет, потому что, будете в эти стримы, потом смотрите, как мы тут что-то говорили вам, ну, и будем там, так сказать, уже на это смотреть, не как на что-то такое, нужное, но прошлое, а на что-то такое, что пытались, но не получилось, поэтому, вы должны прийти, и мы вам поможем, ответим на ваши дурацкие вопросы, ну, надеюсь, вы их, как сказать, задаете, не просто ради любопытства, Всякое бывает. Человек может быть даже кому-то другу рассказал, знаешь как это, сам я не поступил, предположим, куда-то, а друг у меня поступил. Слышно, там тема такая есть. Ну да, 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 да. Вообще можно на самолете. Я вообще вот раньше, у меня уровень был такой, чтобы понимать, я вот никак, Андрей, не мечтал про авиацию. Я вообще не знал, что там какие-то самолеты летают, что реактивные самолеты могут летать. Для многих, кстати, это вообще, мне кажется, понимания еще нет, что, например, ты можешь владеть своими, собственно, реактивными самолетами. Да, кстати, это не обязательно военная тема. Не обязательно военная, L-29, пожалуйста, очень доступный. Но это такой самолет с эффектом полароида, так скажем. Попробуйте догадаться, что это и означает, а потом, если не догадаюсь, я вам расскажу, что это означает. Не знаю, Андрей догадался, нет? То есть, в принципе, полароид может любить каждого. Тупить недорого, да. Тупить недорого, да. Для него картриджи. Картриджи, да. Картриджи у нас в стране очень редко для L-29. Очень мало их у нас. Ну, давай дальше, да. Так, есть вопрос. Где-то место, где для детей обучение бесплатное? Это я в ролике про планирование рассказывал. Это аэродром Усмань. Усмань. Шаршки называется. Аэродром Шаршки. Близь города Усмань. Это же город, да? Да, это город. Город, в котором, кстати, очень удобный. Удобный город, будь здоров. Город, в котором останутся все поезда, которые на юг идут. И поэтому туда доехать вечером. Кстати, да. Вечером лег, лег, короче, такая телепортация. Не надо на машине 500 километров ехать, убиваться. Вечером лег, утром встал, за 150 рублей там такси до аэродрома. Все, ты на аэродроме. Либо там живешь на аэродроме, там офигенные домики. Это реально полезная тема, что для детей это бесплатно. То есть, причем, раньше была такая тема, что только для детей местных. То есть, кто недалеко от аэродрома, да? Там Верхняя Хава и так далее. Но когда вот мы снимали ролик, я говорил с администрацией аэродрома. И они готовы принимать отовсюду детей, да? Только если это на постоянной основе. То есть, не раз приехал, покатался и увез, да? То есть, вы должны понимать, что ребенок там будет как в детском лагере, можно сказать. Да, он там будет заниматься какой-то деятельностью по аэродрому. Он будет, там не знаю, косить траву. Будет, там не знаю, готовить планера к полетам. Вот. Прокачиваться в этих моментах и... Нету. Миша, нету. Нету. Окей. Включил. Включил? Не нашла. Так, прокачиваться во всех этих моментах. И таким образом, грубо говоря, жить на аэродроме, тусить и за это, грубо говоря, летать. То есть, тоже это можно сказать не совсем бесплатно, да? То есть, ребенок тоже там... Там надо на месте узнавать, потому что сейчас Андрей рассказал свой... Там, возможно, input надо пересоздать или нет? Нет, все работало. Бывает, input пересоздавать, нет? Нет, все работало. Ну, надо пересоздавать input. Я расскажу. Значит, возможно, там условия могут быть чуть другие, в смысле, что там должен делать ребенок. Но надо, в любом случае, приезжать, знакомиться. Я думаю, даже вот... Не то, что сразу приехали с ребенком. Знаете, там, ребенка, пусть он у вас летает. Приедете, познакомьтесь. Там как раз у них сейчас идет школа, такая, полет. Она не связана с полетами. Там дети просто занимаются, наверное, по возрасту более маленькие, чем могут летать. И они ездят на экскурсии в аэропорт, на самом аэродроме. Их там катают, какие-то с ними занятия проводят. Но они не летают. Это вот для совсем маленьких. Она тоже, по-моему, бесплатная эта школа. Надо уточнять. Она называется у них полет. Эта школа. И есть непосредственно аэроклуб, о полетах, о котором говорил Андрей. В котором, да, там, для местной молодежи. И вот, соответственно, было озвучено, что и для другой молодежи. Но это лучше всего узнавать. То есть не пытайтесь, знаете, как сейчас в современности вы думаете, что если вы можете купить все через Инстаграм, что и в авиацию вы можете прийти через Инстаграм. Не пишите там в Фейсбуке на страницу аэродрома там. Или в Инстаграме кому-то. Вам надо все-таки приехать туда. Особенно сейчас это вариант с детьми касается. Он, в принципе, всех касается. Много людей пытаются писать где-то в контактах. Отдайте мне контакт главного там, главного там по аэродрому там, предположим. Или еще что-то. Да нет. Все люди, которые руководят полетами, занимаются аэроклубами, они с большой, почти никогда их нет у них в социальных сетях. У них там кнопочный телефон в лучшем случае. И все. Поэтому приезжайте, приезжайте с детьми. Пусть дети посмотрят планер. Мы всегда, когда приезжают дети, там никого не посылаем, если все нормально себя люди ведут, покажем, посадим в планер. В общем, все, что можно сделать бесплатно, а очень много можно сделать, такого, что ребенка реально зацепит. Самолет его там посадить, еще что-то. Посмотрите, как все это летает. Если ребенку это не интересно на этапе, когда все это летает, на хрена ему тут нет. Хотя вот я тут сейчас сам себе противоречу. Может быть и надо посадить. С другой стороны, мне кажется... Тебе-то не особо авиация нужна была. Нет, нет. Почему? Когда я был на параде, вот в Тушино, я застал еще времена, когда в Тушино были воздушные аппараты. Да, это было офигенно. Да, меня это может быть не цепляло, но я там не мог подойти к аппарату. Там все-таки они дистанцированы. Наверное, если я могу там посидеть... Нет, техника меня привлекала в детстве. Мне кажется, любого там мальчика привлекают. Ну, летчиками я там, я не интересовался ей как таковой. Нет. Ну, мне все-таки кажется, если ребенок, он вообще такой интересуется, да, то есть не в телефон у него интересы, а хоть хотя бы там подойти, потрогать, ну, значит там что-то дальше есть, какие-то потенции там. Хотя я, честно говоря, в детях не разбираюсь, поэтому мои советы можете сразу поделить на ноли и выкинуть. Короче, приезжайте, привозите туда. Ну, вот точно мой совет не выкидывайте, это приезжайте с детьми. Если вам интересно на аэродроме, мне на аэродроме интересно, я даже могу не летая, на аэродроме находиться сегодня. Не знаю, как ты Андрей. Офигенно. Поехал. Там что-то туда-сюда, Вася, Петя, что-то там. Мне даже иногда нравится не Вася Петя, мне нравится на аэродроме в будни, не знаю, когда, наоборот, никто тебя не трогает, да, но ты можешь там в труханах ходить, не знаю, по ангару, заниматься самолетом, кайфовать от всего окружающего и так далее. Ну, такой воздушный гараж получается, наверное, я в гараже не тусовался. И именно общаться вот, которые люди, которые вот прям вот, ну, такие же, как ты, рядышком. Выходные это больше, конечно, там, Вася и Петя приехали, это тоже надо, я этому одарюсь, как в этой работе, да, то есть с людьми, со всеми, пообщаться, рассказать, полетать там и так далее. Но именно чистый кайф это вот. Смотри, Илес появился в чате. Привет, Илес. Ну, техника интересная. Техника интересна всем. Особенно, я помню, мои воспоминания детские, это вот на ВДНХ стояла техника различная, там всякие судна какие-то на воздушной подушке, какие-то машины для уборки хлопка, какие-то адские, всякие такие устройства, которые там вообще в жизни не увидишь никогда. Потому что они очень интересные. Нет, те, кто видел современный комбайн или машину для опрыскивания, они офигенно крутые. И поэтому планиристы, кстати, имеют возможность познакомиться с агродостижениями. Потому что мы, когда садимся на площадку, там порой такая кукарача ездит, знаешь, которая стоит там как 50 планиров, наверное, да, и она уже сейчас идет все к... Во-первых, сейчас уже внедряется такая тема, как умное земледелие. И вот, кстати, вот в том месте, где находится АТСК Сапсан, его, собственно, и построили только потому, что, значит, тот человек, который занимается бизнесом, агрохолдинг в этом месте у него находится, он начал стремиться к модели умного земледелия. А и пришел он к ней, один из путей, это получилась авиация. А как оказался, он рассказывал офигенную историю. То есть история такая, что как только он начал учиться летать на планере, он летал, и на планере получается так, что ты стоишь в спирали, в спирали ты находишься на одном месте. То есть, ну, по факту, ты физически находишься на земле на одном месте. И он в какой-то момент, как он дальше двигался в его обучение, у него внимание освобождалось, да, вот этот туннельный эффект, когда человек там видит, там, в лучшем случае капот-горизонт, да, не приборы, мы не учим смотреть на приборы, нам не надо смотреть на приборы на планере, только для контроля иногда. Чуть-чуть его так вот это зрение расширяется, он видит не только троллейбус впереди, там, знаешь, начинающий водитель, а он еще видит там какого-нибудь там водителя, ару там слева и справа, да. Вот то же самое, вот это внимание открывается, и он раз смотрит на поле, а поле это его, да, и то поле его это, и он смотрит над этим полем, ага, тут удобрения внесли, тут не внесли, тут это, то есть, и как сказать, потом прилетел, на бумажке записал, проверил, выяснил, что да, там, потеряли, уронили, как сказать, забыли, значит, и в итоге, потом он уже освоил самолет, стал самолет использовать, да, и уже даже порой, случаясь такие, так сказать, воздушные сессии, то есть, садятся специалисты, которые, агрономы, и они летят вместе с ним, то есть, это не его задача, его задача показать человеку, и все знают, что вот эти там тысячи полей, но на каждое поле они сейчас прилетят, и там как бы спросят, ну, а в итоге дальше пошли еще интереснее, там уже дальше начинаются дроны, склейка, нет, склейка этого всего, специальным ПО, и анализ картинки специальным ПО, и там уже программа говорит, сюда внести там, там, 3 тонны, там, какого-нибудь фосфата, здесь там, не знаю, налить воды, здесь там, здесь все хорошо, и скоро будет урожай, и, в общем-то, собственно, вот авиация, применение в практике авиации, увлечение человека и помогает ему зарабатывать деньги. Да, помогает ему реально в бизнесе, да, то есть, там возросли, так скажем, удои, да, там, с гектара, возросли, возросли, собираемый, причем как-то драматически возрос там, нереально, нормальными мерами это нельзя было сделать, вот, такое красивое, такая история о том, как вот эта вся тема, может даже принести пользу сельскому хозяйству. Так, вот, люди пишут, помимо того, что тут, некоторые пишут, чувак лысый классный, 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 согласен, лысый где-то непонятно где, человек пишет, просто сожжи субботу, беру мелкого, три плюс года, и вперед, без созвона, и пустят на аэродром. Пусть, да, пустят, да, главное на аэродроме, нет, конечно, пустят, значит, летать он вряд ли будет, ну, нет,нет, показатель был вопрос про пазутки. Нет, Вы, главное, сделайте все кругу, и когда приезжаете, вы приезжаете в гости, не забудьте, не надо наглеть, не надо борзеть, Вы пришли, там спросили, если Вы спросили, нашли кого спросить, хорошо, не нашли там, аккуратненько, и самое главное, чтобы Вас, мы Вас пригласили на аэродром, на лучший аэродром, за всех людей летающих, но, теперь надо, чтоб Вас не было на этом аэродроме. Вот, то есть , очень важны то есть вот есть полоса она обычно промаркирована на грунтовых аэродромах она промаркирована уже хреново если асфальт вы всегда отличите что это асфальт и тут летают вот то на грунтовом аэродроме там там здесь трава и там трава поэтому найти человека живого который вам расскажет где где надо ходить где не надо ну а если сомневаетесь стоите рядом с кем другими людьми либо в габаритах каких-то препятствий в габаритах другого самолета в габаритах планера то есть что явного туда на вас ничего не поедет не полетит просто на каждом аэродроме разные правила и где-то заморачиваются по поводу безопасности как не ну как все и ворачиваются там без жилетика на полосу либо на рулежку не выйдешь зайду я со стороны где нет забора и чё вопрос в том что я я искал аэродром приехал женой детьми и заехал так бывает всегда вот за границей я всегда приезжаю к аэродрому абсолютно с другой стороны не прихожу на него мне говорят а чудо там через кусты шел чудо там есть грязный вон у нас дорога там там вот такой асфальт вот такой учет и то же самое если приехала ту же северку зашел заднего крыльца и чего вот ты вот твоя полоса вот ты видишь там городок ты бежи через полоса там самолет летит ну ты напугаешь пилота он испугается и расстроится может быть еще ничего случится то есть поэтому мы планировали надо приехали в гости вежливо спросите там не должна сторожа сторожа там кухарку да кого угодно там вы в гостях введите себя как гостях и вам всегда будут рады это по моему действует везде такой правил александр пистолетов берет интервью вопрос вроде ракурс и не похож так ладно эти вопросы обсудили у нас конечно все так рублино получается но более не менее так фон огонь на раздромах любят мелких да кстати животными тоже приезжать не только на поводке ну или бы его если вас собака она такая культу культурная слушается мы собаками даже летает вот я не догнал в инстаграме кстати подпишитесь вот инстаграм да не вот у меня на экране этот самый я выкладывал недавно историю как чувак прилетел своей собакой таксой джет зовут у такса налет 60 часов то есть нормально комфортно себя чувствует у нас на аэродроме где мы тусили с лешей шевлено был кот зюзик у сергея куда-то он убежал не вернулся вот такая фишка в том что он летал в самолете на заднем диванчике раз тут раскладывался и кайфовал то есть даже короче говоря многие год думают что блин на аэродром типа там пропускной режим еще что-то и сильно удивляется когда первый раз попадают и встречают их добродушная атмосфера оказывается на аэродроме есть ну на большинстве хотя бы минимальная инфраструктура типа кафе и туалеты и летчики там не в кусты ходят да потому что когда мы говорим что аэродромы это простые накатал там полосу и все да думают ну вот это все больше там 0 до если такие но большинство у них есть и где с ребенком посидеть и как минимум аэродром он хочет зарабатывать деньги на полетах денег заработать практически нереально поэтому заработать аэродром может там сделал в кафе гостиницу и продавая какие-то ну скорее инфраструктурные услуги там топлива да потому что ну в общем полета это такая тема что она остается не знаю на всем мире больше мне кажется для души чем для какого-то бизнеса хорошо ли это плохо не знаю но вот так она есть что касаемо пропускного режима бывает такие аэродромы где особенно массовый друг зоны друг зоны они все-таки огорожены это потому что много случайных людей да я такой видел в отуле на приходит забор на воду или даже с воздуха это роля журналисты такие сидят но там зайди с другой стороны там дырка это пожалуйста иди куда хочешь так главное там только красивый вход но я вас не учил лучше зайдите через ход вас через ход прекрасно пустят никаких проблем вы выйдете зайдете нормально там то есть ну не надо там лезть через забор если можно через него не лезть а если вот нельзя ну тогда даже в той же услуги там тоже пропускной режим там извини меня если вы будете там борзеть вас скажут иди ты отсюда дорогой дорогой товарищ на вас но если вы приедете там охраннику там все после аэропорта классического если вы были только в аэропорту вы будете приятно удивлены насколько но называется аэроклуб все-таки это аэроклуб да это была история в нашей она до сих пор должна не кончилась что вот есть такая страшная штука для авиации называется транспортная безопасность она чуть было не убила нашу всю авиацию может быть даже убьет ее если случится это вот вы всегда видели в аэропортах в на вокзалах в метро это интроскопы это магнитные рамки и вот люди которые писали эти законы или не люди люди которые заинтересованы продавать это оборудование не знаю мое предположение они туда и в общем то собственно попали посадочные площадки и если бы от этого не сумели бы отбиться вот как раз тоже вот авиационные сообщества в этом участвовало и специалисты привлекались то тогда бы просто ну тут представь да северки аэродрома северка нужно купить интроскоп 3 миллиона рублей нужно оградить все полностью там забором 2 метра там 3d забор там рабица не пойдет нужно поставить по периметру там видеокамеры нужно заказать у как сказать нужно заказать там 200 тысяч у них стоило оценка оценку уязвимостей страшная штука что-то размер ты должен до специальные люди которые вы уже этом карман открыли для денег они тебе сделают оценку уязвимости тоже писец какой-то они еще поле будут на уязвимость тогда оценивать коров какие-то какие террористы какой самолет угонит самолет чтобы угнать посмотрите видео андрея там ну ладно еще аэропракт легко запускается андова какой-нибудь там террористов подкачал тут наверное в этом процессе в летчика пока он будет учиться это делать то есть это все какая-то история минут я просто говорю что то есть вот эти все заборы да кто-то есть ну сами поставь познайте сколько метр забора стоит и если я предложу владелец аэродрома или поставочной площадке мне надо сделать этот забор и чё сколько у меня полеты будут стоить там да или базирование сколько у меня будет стоить если я предположим там ну или я не знаю или да какая угодно услуга сколько она должна у меня стоить и если там в каждой квартире например скажу должно быть пять видеокамер и сервер стоять и еще нужно заказать оценку уязвимости вашей квартиры на то что в нее влезли воры и она еще стоит 50 тысяч рублей сколько будет стоить пожить такой квартире человеку со стороны так ладно давай все-таки чуть-чуть модерирую тему у нас основная тема планируем и вот вопросы по теме давай тут ребята спрашивают как дела с рынком планиров в россии хрена узнать с рынком планиров россии каком вторичным первичным я я думаю давай начнем со вторичного первичный так как у нас в единственном экземпире русские до производитель то можно пропускать нужно вообще всю тему рынок на какие планировать давайте может быть короткой началась очень длинный будет ответ я предлагаю покороче на мой рынок такой что вы если вы задали этот вопрос не умозрительно не ради любопытства ради если вы не умозрительно задали а конкретной задачи вот заплатите денег есть люди которые границы они привезут выберу осмотрят привезут не хотите так подбор как вот мы сами за да 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 занимаемся подбором самолетов есть люди которые туда не рам две три тысячи евро вы за это заплатите это будет как бы человеком там все растаможен сделать под ключ да и не надо ну есть люди которые говорят я все знаю машины гонял с детства я с любой теме я контейнер знаю все знаю туда положил сюда положу оказывается столько не о том люди эти ходят уже они 10 лет назад занимались да потом эти люди ходят там на таможню и живут там я не агитирую можете сами этим заниматься то есть если захотите купить вторичный планер принципе тоже есть возможность они продаются регулярно если вам надоест этот планеризм да или я не знаю вас изменится план и вы решите там уехать например вы всегда продадите планера если это не какая-то экзотика или это не очень дорогой планер до который вы купили он офигенный но вы его не сможете продать но вы сможете за границу продать но там правда есть нюансы чтобы продать за границу нужно еще правильно обслуживать здесь то есть не превращайте в этом самоделку вот в эту так как у нас там любят и его если эти но это то вообще мелочи это если скорее всего вы купите такой планер вы попадете на умного чайка нам все расскажет как 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 купить ничего и чего надо чего не надо то есть вы можете купить новый русский. Столичный в России есть? Да, в России, конечно. Человек купил планер, например, он купил бланник, полетал. То есть рынок есть? Он решил, многие люди покупают бланник, они считают, что они сэкономят, например, на то, что они будут на нем летать. А по факту, что с бланника быстро вырастаешь, да? Ну, я не знаю. Я вот как-то смотрю все... Бланник, если что, это учебный планер? Все как-то его продают, но он очень хорошо уходит сразу в какой-то новый клуб, например, потому что он уже везен, он уже в Россию, он уже обслужен, он уже летал, он уже зарегистрирован там. На него даже может быть летная годность уже быть. И между покупкой из-за границы, когда ты должен привезти, выполнить цикл процедур определенных и только после этого летать, то вот ты взял, ты знаешь его, ты может даже на нем уже полетал со мной. Ты у меня его купил и все. То есть рынок есть, он, конечно, смешной по сравнению со всем остальным, но в принципе вообще авиационный рынок в России он смешной. В России все авиационное смешное, маленькое. В масштабах, в абсолютных значениях. Ну и в относительных тоже, конечно. Вопрос про планеризм дальше. Полеты зимой есть? Зимой в основном учебные полеты. И они очень классные. С точки зрения обучаемых полетов зимой очень круто летать. Потому что воздух плотный, стабильный. Это твое мнение или ты перескалываешь? Мое мнение. Я просто так получилось, что и на самолете, и на планере я летал, ну обучался в промежуток между осенью и весной. То есть самые неудачные моменты. И это у меня все затягивалось очень сильно. Я и на планере учился долго, самостоятельно, и на самолете 5 месяцев летал. Но при этом зимой ты летаешь реже, но если погода есть, атмосфера стабильная, все хорошо. Вот, ну, у меня по кайфу учебные полеты. То есть ты не дергаешься с учебными полетами. Для обучаемого очень важно понимать, что движение аппарата, которое он создал органами управления. А что не он? А что не он? А когда ты летаешь в какой-то совершенно неподвижной атмосфере, в таком молоке, вечернем, например, или утреннем, или зимой, у тебя аппарат, если он нормальный, у него нормальная геометрия, он нормально затримирован, он летит. И с ним ничего делать не надо. И ты, поэтому, отклоняя какие-то органы управления, ты быстрее понимаешь. Зимой можно полетать еще в... у нас в Кисловодске можно полетать, забыл. Следующий вопрос про волны. Во! Вот это вот зима и зима, это вот время полета в Кисловодске. Там и лето можно летать. Это офигенное место. Я сразу опять скажу, вот эти какие-то воспоминания уже старого человека у меня. Я в детстве думал, что люди ездят в Кисловодск, там всякие есентуки, отдыхать летом. Там же нет моря. Что там делать? Ну как можно отдыхать не на море? Просто меня в детстве возили на море, и поэтому я воспринимал это как данность. А в этих местах нет никакого моря, какие-то горы, не пойми что, какие-то лечебницы, там люди больные, наверное, ходят с палками. Я так думал. А потом я попал, когда вот с подачи Димы Петровского изначально туда, это человек, который много сделал для планиризма в Кисловодске, он недавно умер, к сожалению. Офигенно оказалась такая атмосфера, я не знаю, был ты в Кисловодске, нет? Был, был, я же там летал, на волне тоже летал. Как-то там, я не знаю, даже вот сейчас погода, очень комфортно. Еще я жил в Есентуках, в Есентуках утром просыпаешься, облачность низкая, и мне Дима говорит, это нормально, сейчас вот только ты пересекаешь границу с Кисловодском, там сразу бах, погода. Вот каждый день я там пять дней летал. Ну да, Богорусланский хребет там влияет. Там уроженированная земля, да, и поэтому там уже все по-другому, другие метео всякие дела. И поэтому, я говорю, там очень интересная атмосфера, там можно просто отдыхать. Многие люди там уезжают жить, на самом деле, вся какой-нибудь там холодной жопой, там какой-нибудь там сургута какого-нибудь там. Люди едут, там можно не только в Сочи ехать, а можно ехать и в Кисловодск. Но в Сочи летать нельзя, кстати, вот, к сожалению, в Сочи такое тоже классное место, все это, большой Сочи, но полетов там, к сожалению, нет, потому что там постоянно ограничения на полеты, и аэродромов нихрена там нет. И там надо сдвигаться в Канапе, это уже Адагум аэродром, потом это Новая Титаровка, да, по-моему, Новый аэродром, они там рядышком, или Новая, да, вот, которую ты говоришь. Гостогайская. Гостогайская, Гостогайская. Ну, в общем, нам это все. Привет, Леха, но сейчас Леха вот пишет активно, в Аэфпэлот. Обязательно туда полетим, все в процессе. Я просто, скорее всего, сейчас очень далеко увлечу, поэтому чуть попозже. Так, следующий вопрос по... Да я вот тут сам прочитал, тут обидный, обидный комментарий. Херня вашей планераны, их нужно поднимать с помощью самолета. Не обязательно. Ну, вообще, да. И самозлет, и есть. Конечно, херня, да, соглашусь. Потому что картошку на нем не повозишь. Ну, действительно, так. Но для чего? Нет, надо быть более уважительной, потому что мне многие вещи в мире совершенно непонятны, да, там, с точки зрения авиации, зачем летать, например, там, на вертолете. Ну, простим, чтобы вертолетчиков обидеть. Они все равно не смотрят, поэтому не обидятся. Вот. То же самое, если вам непонятно, зачем летать на планере, ну, не обижайте планеризм. Но планер не летает по местности покружить. Планер может очень далеко летать. И чем сильнее твои скиллы, как спортсмена, тем дальше ты можешь улететь. Вот. И это вы сейчас сказали, не знаю, про себя, как начинающего. Да, вы по местности покружите. А если вас там взять через 10 лет, и вы будете... Опять же, задача какая у вас стоит. Если у вас стоит задача куда-то полететь, что-то сделать, и для вас, в вашем понимании, это там, только самолет может решить, то да. Но тоже, к самолету то же самое применимо, когда люди пишут... Смотри, на самом деле, я извини, что перебиваю, это сказать, что парусник, да нахрена этот парусник? Мне то же самое даже про самолет пишут. А что я на самолете могу в магазин, типа, я с ним прилечу и на работу не прилечу? Ну да, в магазин, и на работу ты на нем прилетишь. То есть под каждую технику свои задачи выполняют. Тут человек спрашивает, пишет, а правда ли, что под 115 килограмм вообще ничего не нужно? Не нужно. Давай уточним. Ничего не нужно, но нужно вот велосипед. Что нужно для велосипеда? Две ноги. Нет, для велосипеда надо соблюдать правила проезда перекрестка, например, и поведение себя на дороге. Вот то же самое, у нас общее воздушное пространство, мы все в нем летаем, что параплан, что планер, что аппарат меньше 115, это вот уже там самолет, планер, какой-нибудь там аэрошют, дельтаплан, параплан, я не знаю, еще какой-нибудь может аппарат есть летающий, я упустил. В общем, вы все должны выполнять правила использования в воздушном пространстве. Упрощенно, конечно, если это брать, то не летайте в зонах аэропортов, их можно посмотреть в интернете, как они выглядят. Обычно это называется класс Чарли, CTR аэропорта, там, во-первых, там летают большие самолеты, во-вторых, по закону вы обязаны там находиться в двунаправленной радиосвязи. Вот, и вы должны лететь, так, плечевое слово, под управлением, вами должны управлять, управлять человек, который сидит там где-то, который вас даже не видит. Вот, он должен вами управлять. Немножко странно звучит, но вот так вот, так вот оно в авиации. Поэтому просто там не летайте, если вы хотите на 115 летать. Если вы хотите летать в районе аэродрома, вот, аэропорта вернее, то можно и на 115 летать, ты можешь подать план, который, ты и так его должен, кстати, подавать. Кстати, вот мы упустили, что нужно, я упустил, план-то подать на 115. При этом, не обязательно иметь пилотское, но план-то можно подать. И не обязательно, его и не надо иметь. Сейчас, с тех пор, когда долгое время не надо было в классе гольф ничего подавать, а потом поменяли там, условно говоря, одну запятую, и стало надо. Но зачем, кому они сделали плохо, никому, кроме тех, кто работает с этим. Они сделали плохо диспетчерам, они сделали ОВД плохо, потому что теперь они, да, она совершенно не нужна. Их вообще задача управлять большими самолетами, которые там возят пассажиров, которые возят грузы. Вот зачем на них сейчас все нагрузили, каких-то парапланиристов, я извиняюсь, не хочу обидеть парапланиристов, но которые там летали всю жизнь, никому не мешали. Теперь они там должны по почте, по телефону подавать эти планы. Да, конечно, хорошо, культура возросла. Раньше парапланиристам вообще можно было на все наплевать, а теперь он, бедный, знает, что такое план полета. Может хорошо такое, но с другой стороны, это доходит до абсурда. Вся вот эта хрень с планами для параплана. Так, давай тут что-то набежало вопросов. Интересный вопрос, где полетать в Крыму люди пишут? На самолете, на любом аэродроме, который есть на МАПСАОПе, на планере, нигде нельзя полетать. Вот на планере? Нигде в Крыму нельзя полетать. В Крыму, при том, что Крым, как колыбель планиризма. Крым это колыбель планиризма, в том числе и мировая. То есть гора Вассеркупе, три места такие легендарные. Гора Вассеркупе в Германии, гора Клементьева в России, в России, Украине, да, вот это острый вопрос, мы так сейчас обойдем его. В Крыму. В Крыму, так скажем, да. И в Америке, как он, не Саленхилл называется, а где первый раз полетели братья Райт. Они же летали сначала, там планер на веревке таскали, я забыл, как это место называется, но кто хорошо помнит, он скажет. Там сейчас музей построили огромный, вот везде построили музей, кроме Крыма. В Крыме нет никакого музея, там номинальный музей планиризма, он никак не сравнится с музеями Вассеркупе гигантском, и музеем вот в этом Гранд, не Гранд, как же это, Гранд Хилл, что ли. Ну, короче, какие-то холмы, на которых братья Райт впервые полетели. И вот эти места, то есть это три точки на карте, три точки на глобусе. Вассеркупы, вот эти холмы в Америке и гора Клементьева. Везде вы там можете, в Вассеркупе точно полетаете на планере, там, наверное, в Америке тоже, они действующие там аэродромы, по-моему. А вот в России, там сейчас, по-моему, только парашютисты прыгают на горе Клементьева. С планерами там, наверное, не очень. Но там классная тема для парапланиристов. Я вот когда был, я там просто впечатлился, там, огромное количество людей. Они стартуют прямо со склона, им не надо там лебедка, ничего. Там очень классные полеты, я бы, не знаю, если бы летал на параплане, наверное, летал бы там. И дельтапланы, я один раз летал там на планере, когда еще всю эту тему не прикрыли. И я даже специально полетел там, думаю, вот, а вдруг так будет, что, ну, короче, все мы просрем. Ну, мы много где что просрали, мы можем и гору Клементьева тоже так же просрать. Там хотели застраивать что-то. Потому что, да, все возвращается, хотели на Украине застраивать была идея, отстояли все миром, да. В том числе подключались, как бы, и россияне, и космонавты, там, короче, кипец жесткий был. Отбились там, каких-то местных, там, короче, упырей. Ну, наверное, там было где еще строить, и они переключились. Вот, поэтому я так думаю, мол, мол, вдруг потеряем, полетаю на планере. И реально, вот, полетал, потом все загнулось, и вот, в том моменте, когда я летал, мы летим, значит, я летал с инструктором, летим, и вот мы заходим уже на посадку, полетали, там, наверное, это была конвергенция, я теперь думаю. То есть, мы летали даже выше облаков, конвергенция, это когда сходятся два воздушных потока, и один, как в другой, получается, на другой выталкивает. Вот, то есть, ну, как две волны, что ли, одна на другую, так вот, находит. И вот, и мы заходим на посадку, и они на склонах висят, куча дельтапланов этих, там, куча парапланов в воздухе, и мы такие, на бланике, такие, типа, истребители, там, какие-то люди, там, знаешь, с воздушными змеями. И мы такие, такие, жжух, такие, знаешь, я, там, вообще огонь. Ну, это не эта самоцель, конечно, была, была цель, что вот, как цветы такие на воздухе, знаешь, рассветшие, я на них смотрю с воздуха. Вообще, потрясающая тема. Вот, это, кстати, мы подвели к теме Игоря. Это, кстати, да, мешают ли друг другу, я не знаю, ты про эту тему хочешь? Нет, вот, все завязано. Следующий вопрос про полеты в Альпах, человек спросил, у нас есть наш товарищ, планирист, который в Альпах летает, Игорь Волков, вот, как раз-таки ты начал говорить про змеи и так далее, у него на Фейсбуке часто видео есть, где он летит, и под ним там парапланиристы, дельталеты, и они нормально, вот этот трафик расходятся. Давай вот про трафик поговорим, а потом про полеты в Альпах. Ну да, то есть, часто люди думают, а как же вот тут параплан, тут планер, они там все поубивают друг друга. Ну, у нас в России редко встретишь, может быть, даже нигде не встретишь, где все это летает в одном месте. Вот гора Климетьево, я упомянул один момент, да и то уже планера там не летают. А в целом, за границей, там часто это можно увидеть, все летают вместе, вот те же Альпы, да, наверное, самый лучший пример, летают вместе, все друг друга наблюдают. Хотя нет, я вру, вот уже в Подмосковье, в Щекино, там рядом три или четыре парапланерных клуба, летаю вместе, да, тоже, я, кстати, их, правда, ни разу не видел, вот как вот, знаешь, вот, насколько бескрайнее небо. Сколько я там летаю, да, я ни разу не видел там параплан, я видел его на земле, но в воздухе я никогда не видел. Я летел в Мечково с Можайска и, ну, запеленговали, ну, то, что я общаюсь с диспетчером, да, говорят, ой, а в этом месте парапланиристы, заберитесь там на 800 метров. Я вообще их не увидел, но я забрался на 800 метров, как бы, ну, вообще даже их не видел, не слышал, ничего. Просто она сидит там, опять же, в Москве, насколько у нее точно этот пеленг, да, насколько этот сам... Нет, я думаю, что, скорее всего, она знала об их полетах, диспетчер, о том, что они, наверное, подавали, опять же, планы, либо они вводили какую-то зону ограничения для своих полетов, там у них тоже есть такая тема, что можно ввести, как для дрона... Но сама суть, она как бы мне сказала, да, что вот смотри, вот здесь, а я даже и не увидел, то есть, насколько это... Нет, ну, она, скорее, может, и не... Нет, ну, конечно, она предупредила, это хорошо, но надеяться лучше на себя. И, может быть, ты, когда набирал 800, было бы еще опаснее, там, ты не видел того, кто сверху у тебя, да, потому что это все тоже, знаешь... Ладно, давай продолжим тему про то, что, как друг друга видеть и так далее. Вот, как в разных странах это организовано? Насколько я знаю, в Европе обязательная система фларм, да? По-моему, она не уверена, что она обязательно... Ну, по крайней мере, поголовно у всех стоит. Ее требуют на соревнованиях, ее требуют на полетах в горах, а вот на такие ежедневные полеты, ну, так, там, в принципе, стараются человек это лишний раз не напрягать. Вот такого, что ты пришел и полетел на планере, обязательно с включенным флармом, такого там нет. Давай объясним, что это такое? Ну, это средство такое, оно чем-то упрощенно похоже на Тикас, который есть в больших самолетах, который мы видим на Flightradar 24. Такая же штука, примерно по похожему принципу устроена, когда планера и любые маленькие самолетики видят друг друга, и вертолетики. Если вы купите аппарат себе из Европы какой-нибудь, да, в самолет, например, там, да, потому что мы все-таки, я думаю, что много самолетчиков среди нас, вы скорее купите самолет, чем планер. Но если купите планер, то вы тоже этот фларм уже увидите. Это такой индикатор, который показывает, с какого направления румба, там, условно говоря, там, соответственно, 8 румбов, с которого находится вот это воздушное судно, с которым вы сближаетесь. И удаление. Или просто... Они разные примитивности есть. И дорогие флармы есть, они там вообще уже там начинают показывать характеристики, там, высоту, там, скорость, там. То есть они даже уже поднят уже вопрос, топовыми пилотами, которые гоняются на международных соревнованиях, уже поднят вопрос, что данные со флармой, нет, нет, его видишь сам, не сливают данные. Данные со флармой являются, как бы, информацией о твоей... Тактике, стратегии. Нет, а скорее всего о твоей мгновенной скороподъемности, потому что вот летят несколько планиров, да, если мы соревнуемся, предположим, и рядом еще летим, уже можем и не рядом лететь, если я увижу, что там у Пети, там, поднимает лучше, чем у меня, я постараюсь, да, полететь туда, там. И поэтому там поднимался вопрос, вот, Себастьяна Мкаве, в частности, вот, а в частности, об актуальности, ну, не знаю, там, использования этих информаций, там, да. Ну, это так, просто маленькая деталька, это ничего не значит. Ну, там были вопросы, как сделать аэродром, он интересный вопрос. Давай закончим тему с Альпами. С Альпами. С Альпами, чтобы в Альпах летать, надо, есть русские, которые там летают, есть не русские, ну, проще через русские. Вообще, Альпы, насколько я понимаю, это такая сейчас меккопланиризма, да, планиризма и вообще таких вот летающих аппаратов, потому что там сочетание всех видов потоков, да, ну, насколько я понимаю, волновые, термические, динамические, ну, термические, в одной местности. Я думаю, там их меньше используются, да, они, скорее, это так, это вторая половина какого-то планиризма. Есть планиризм равнинный, делим все его на равнинную, есть на горы, вот, когда все начиналось в горах, то есть планиризм начался с горы, вот, гора Клементио, это гора, поэтому там летали планера. Потом, когда планеристы, почему она опустила эта гора в какие-то годы, да, там, перестали на ней летать так массово, и вообще, в принципе, потом перестали летать, потому что планеристы сначала учились летать у горки, научились, а потом они поняли, что есть еще потоки, которые действуют на равнин как-то. Не, не случайно, там вроде немцы приехали, да, и улетели, и они такие, что это... Я думаю, что байки мы не будем пересказывать, я думаю, немцы очень продвинуты в авиации, так скажем, и в планиризме, а еще больше они продвинуты в планиризме, то есть это та нация, с которой мы начинали вместе, а в итоге они нас обошли, обогнали, там, намного голов вперед, и вот мы сейчас... Ну, это не о том речь, мы уже вроде не соревнуемся, мы уже все вместе дружим и живем. А про наблюдение, я говорю, в небе, то есть когда кто-то летает рядом, надо быть аккуратнее, осмотрительнее, ну, вот ничего другого-то нельзя посоветовать. В общем-то, не так там порой хорошо видно, если дымка особенно, да, ну, про это все учат, это все есть в теории, это есть на практике, в облака мы не летаем, стараемся, мы, в принципе, большинство пилотов частных, это полеты, которые летают по правилам визуальных полетов, поэтому ввести осмотрительность, вот, главное, не надеяться на приборы, не надеяться ни на диспетчера, который вам там скажет, что кто-то где-то летает, потому что, скорее всего, ваша информация в 99% будет, его информация будет для вас бесполезна. То есть... Так, это понятно. Понятно. Так, давай тему все-таки аэродрома. Как сделать маленький аэродром? Вот давай, вот, какие данные должны быть у земли, что у тебя должно быть, сколько это стоит, ну, примерно, да, типа, вот у людей... Очень коротко ответим, смотря с какой цель, если вы хотите, вот, давайте рассматривать практические цели, я вот сразу говорил, что будет практическая у нас тема. Дом, хочу взлетать от дома. Хочу взлетать в свое поле, потому что аэроград Можайский, где летает Андрей, находится в трех тысячах с половиной километров от меня. Ну, неудобно мне туда ездить. Все, я заказал, нашел дядю Васю трактористу, он даже, может быть, уже трезвый, потому что сейчас сельское хозяйство... Не, ну, сейчас меняется вся тема уже. Тракторист, часто я говорю, это не то, что мы думаем. Он нам это все выкосил, мы сами с этими ногами прошли, кочки все закопали, все, пожалуйста, летайте. Если там еще хорошие подходы, то есть там не растет елки вековые... Есть какие-то методички, я не знаю, какие-то... Да нет, никаких методичков, надо приехать просто к человеку, у которого есть грунтовый аэродром, и все поговорить. Не надо никаких читать советских... То есть человек просто на МЭП-САО по находит ближайший телефон... Потому что советские методички про грунтовый аэродром будут, знаешь, как там такие аэродромы грунтовые строили, что сейчас что-то такое построишь. В общем, все деньги на этом и кончатся. Там потому что и дренажи, и выравнивание, и планирование, и какие-нибудь там, я не знаю, на 10 километров елки вырубают. Нет. Самое простое, это вот у нас в России, кстати, хорошая тема, с тем, что у нас можно садиться на неподготовленную площадку. Я не очень хорошо знаю заграничное, воздушное законодательство, но там есть ограничения в Европе. Нет, в Европе нет, про полеты, мы сейчас говорим про самолет. Да, самолет. Ну, то, что человек завел около своего дома планер, и на нем летает, ну, я такого кейса не знаю ни одного. Я знаю людей, которые заводили мотопланера, то есть мотопланер, который может залететь сам. Такое бывало, вот именно так же выкашивали, я такое видел сам своими глазами. Вот, ну, скорее купит самолет такой человек. И вот в Европе такая фишка у тебя не прокатит с аэродромом у своего дома. Но там она и не нужна. Почему? Потому что тебе не надо продавать пирожки на улице, ты их не будет никто покупать. Потому что на каждом углу, это не моя аллегория, она понравилась, стоят макдональдсы. Вообще, а у нас макдональдсов нету, поэтому вот эти пирожки продавать, каждый должен себе сам делать вот такое поле и с него летать. В принципе, дельтолетчики, которые, то есть самая, мне кажется, массовая такая вот пласт людей, которых мы вообще даже часто с ними не пересекаемся, потому что они летают вокруг своего там села, условно говоря, района. Вот они так же делают. Они готовят какую-то площадку, в лучшем случае они вообще ничего не готовят. Если идет покос травы и выпуск, например, скота, уже все идеально готовая площадка. Потому что коровы и скот, они забивают эти все муравейники, то есть вот эти все кочки, которые нам мешают, и все, садишься на покошенную... У меня есть фотография в Кисловодске, кстати, я заходил над коровами. Прямо на полосе они паслись, я с перелетом заходил. Так что нормальная тема. В Кисловодске, да, в Кисловодске не только... Вопрос человек пишет, хочу планер и начать летать как можно скорее. Дайте рекомендации по моей последовательности действий. Какой планер? Думал о С-7. Наверное, что-то не такой неясный вопрос. Давай его проясним и сами его обрежем по выбору планера. А выбору планера заранее? Многие думают, что заранее надо выбрать что-то и к этому стремиться. Я не сторонник этого. Нет, ну, как сказать, ты должен научиться, а потом ты поймешь, что тебе надо. Полетать на разных планерах? Да может хотя бы на одном планере полетаешь, ты поймешь, слушай, а мне вообще, вот там, как сказать, вот это не нравится, а мне нравится вот это. То есть заранее что-то покупать, учиться на своем планере можно, но тогда хотя бы слетайте на этом планере или поговорите с умными людьми, которым вы доверяете. Если нет таких, то на первом аэродроме, в котором вы с каким-то сторонним человеком поговорите. Не только с продавцом, так скажем. Хотя все равно, тусовка настолько маленькая, что вы все равно наткнетесь на... Все люди все знают. И про планеры хорошо будут знать. То есть ты можешь всегда понять, что за планер, какая история там, и что за человек такой там владел, потому что это важно. Да, я все все знаю. То есть сейчас договорим про человека, он задал конкретный вопрос, а мы его немножко слили как-то в сторону. Надо опять, алгоритм, не нужно вообще с алгоритм полный, доедьте вы на аэродром, все, там вам все расскажут. Если вы живете в какой-то, извините, жопе мира, вот, кстати, про Питер люди спрашивают, ну что мне делать? Жопе мира это не обидное слово, это просто, ну вот, у нас страна вся, у нас 90% про жопа мира, потому что никто, никто там ничего не делает, люди там мало живут и заняты они выживанием там, в основном, а не какими-то там полетами. И наши разговоры будут просто непонятны. Питер, да? Питер, там как-то депрессивно все, в счастье малой авиации, мое мнение. Планиризм там есть, но он такой слабый. И где там планиризм? Слабый человек спрашивает. Лайнер в Питере. Я дам контакты. Короче, вот сюда пиши в Телеграм, пусть он человек, кто интересен. Там они на самом деле, мне лично, да. И тебе ответят, где Питер может летать? Там просто они не летают, так сказать, массово. Вот, кстати, нет, у Андрея есть видео про планира, там прям есть, кто летает массово, надо обращаться туда. А в городах, где мало планиризма или его нету, там уже надо, выходите на связь, будем что-то советовать. Итак, если вы далеко живете, предположим, гипотетически вы спросили, то вам тогда надо, ну, сначала пообщаться, чтобы не ехать, потом выбрать в клуб, который вы поедете, ну, и, чтобы познакомиться с людьми, чтобы там были владельцы планиров. Ну, и опять же, если у вас ничего нету в городе, я вообще не знаю, что делать. Планер в одиночку, это не та история, это не самолет. Да и с самолетом, конечно, будет тяжеловато в одиночку. Да, самым разным самолетом, это АН-2, то есть точно не самолет. Да даже маленький самолет всегда, когда вокруг тебя окружают такие же самолеты владельцы, то есть ищите каких-то людей в своем городе. Мне кажется, с какой-то сколачивайте какую-то команду, потому что вот в Владивостоке есть хороший пример, с Владивостоком, там рядом, там есть аэродром, говорит человек, называется, Не знаю, такое название, есть такой аэродром в Новороссии в Владивостоке, там ребята собрались, компании, там тоже все достаточно депрессивно с точки зрения авиации, аэродром, кстати, хороший, по-моему, военный бывший, есть нам Апсалопе, название такой странной Новороссия, и они, значит, они купили лебедку, там, старую в Европе или в России, где-то, Геркулес, Геркулес купили, купили бланик там где-то, ну, не знаю, может даже дедуся там, лебедка это и устройство, я, кстати, видео это никак не рассказал, еще один способ затянуть планер воздуха, грубо говоря, барабан накручиваю трос, за которым, планируете, вот с таким тангажем, вот залетают, то есть даже страшно, как ногами вперед, и там на 300-350 метров затягивается, по-разному, как веревка, там, как обычно считается, треть от длины троса, то есть, соответственно, что 300 это километр, а если там 2 километра, в 2 раза больше, а если ветер хороший, встречный, то еще выше, вот про Новороссию, этот рассказ про Владивосток, этот аэродром, они там где-то купили, бланник там, я так понимаю, местный, потому что тащить его в такую, вообще, далековизность, очень сложно, все там подшаманили, восстановили, и летают там, короче, в общем, красавцы, то есть, это такое, потому что, с лебедкой, это тоже коллективное занятие, то есть, все можно, все, так, вот человек спрашивает, про полеты, чисто в теории, если живешь где-нибудь на Байкале, зимой, прицепил лыжу на планер, и взлететься, идти посудиться прямо на лед, возможно? возможно, возможно, подняться без самолета, скажем, при помощи разгонного снегохода, вот, кстати, раз лебедка, но вот, за машиной, эта тема умерла, с точки зрения безопасности, так скажем, в России, кто-то ее использует, но она такая, спорная, как сказать, я тоже считал, что, наверное, она такая, спорная, но в Европе, есть даже такая отметка, автобоксировка, офигеть, да, то есть, ты можешь, то есть, пять отметок есть у планера, то есть, мы это рассказали, про две всего лишь, самолет и лебедка, там целых пять отметок, вплоть до резинки, вот этой исторической, и, на самом деле, вот, Клаус Ульман, по-моему, есть мнение, один из ведущих планиристов, он, по-моему, даже на своем аппарате, там, может взлетать, вот, за машиной, но там машины едет туда же, куда планер, там такая история, что там через блок, то есть, можно такой вариант рассмотреть, и так летают парапланиристы в Пензе, там, на планирах, там, где Пензе делают планира, они машины таскают, таскают, также квадриком, но это все, знаете, это, как сказать, я про это ничего не скажу, потому что я не умею, в этом не понимаю, в этом способе подъема, это все, ну, так скажем, какие-то простенькие планира, типа брошек, типа лак-16, они, в принципе, созданы для такой буксировки, и можно так делать, полноценно взлететь со льда, за снегоходом, ну, наверное, можно, но это нужно уже уметь летать, это не пойдет с обучением, и еще не понятно, кто не должен сидеть за рулем снегоходом, тоже человек должен понимать, я даже думаю, что лучше, чтобы пилот сидел, пилот и там сидел, и там, нет, это очень важно, это человека, как нас газем, убить, вообще, так убивают на этих буксируемых парашютах, вот на этих, которые там таскают в море, ну, на катере, которые таскают, он называется буксируемый парашют, вот это развлечение на югах, там, это требует большой квалификации, на самом деле, всегда никакой проблемы взлетать и садиться нету, потому что, есть в интернете, видео, во Финляндии, они устраивают вейп-кэмпы, это когда летают в волне, очень высоко, и они аэродром делают на льду прямо, то есть у них прям стоянка планиров, они бурят ледобурами, эти, вымораживают, штапора туда, и сопровождающий, короче, Андрюха, там на коньках, охренеть, самолет, короче, и сопровождающий на коньках, короче, но это вот экзотика, это скорее извраты, ну, не изврат, в смысле, экзотика, так скажем, и они летают по-настоящему в волну, то есть, это там на большие высоты, там, 4-5, а может быть и выше километров, это очень серьезные полеты, то есть я боюсь, на Байкале, это, если только какие-то планиристы туда занесет, они начнут развлекаться таким образом, как вы описали, практически это сложно, там есть, на Байкале, по-моему, Альхон, аэродром такой, и вот там есть, ну, то есть там можно летать, поэтому, там даже парень один из Москвы, Антон Волков, он туда возил на тележке, ты можешь видеть, читал в фейсбуке, он возил на прицепе туда свой, свою сигму, короче, там тусил, короче, летом, месяц там, катал народ, короче, ну, и заработал себе на туда-обратно поездку, то есть, вообще такой, трипадский, там у него такая поездка, что-то все, прицеп там разваливался, пытался сломать этот аэропракт, потому что, вот перевозка, вот воздушное судно, это, кстати, вообще нетривиальная штука, это вот, все должно быть хорошо, закреплено, установлено, это такое, 500 раз переправлено, проверено, все должно быть, поехал 5 километров, остановился, нет, если все хорошо закреплено, если хорошие ложементы, если хорошее крепление, у планировок это решается тем, что в их прицепах все готовое, а у самолечиках обычно ничего этого нету, поэтому самолечики, они не перевозят на машине свои аппараты, а вот если надо, тогда, да, надо хорошенько все увязывать, или делать хорошие ложементы, и хорошее крепление, может быть быстрые какие-то зажимные, тут вопрос еще тоже, касаемо планиров, и касаемо одновременно и самолетов, в том числе, вопрос в следующем, где смотреть, где выбирать технику, где можно ее купить, и так далее, вот человек спросил, про планеты, сейчас ответим, пришел человек, на самом деле я пропустил, извини Сергей, если ты еще, тебе не надоело слушать это, Сергей Баженов, это один из наших ведущих популяризаторов, воздухоплавания, и пилотов топовых российских, и может быть один из старейших летающих пилотов на шаре, вот он тут как бы за шары топит, вот он, бейсболунин у него, ник, мы пригласим сюда человека по шарам, мы Ваню планировали, а может быть и Сергея, не знаю кто, кто захочет, значит, шары вообще тоже офигенная тема, то есть на шарах даже про авиацию часто спрашивают, можно ли деньги зарабатывать, почему-то вот среди молодежи такие вопросы частые, для меня он непонятен, но вот знаете, если вы хотите зарабатывать деньги, я бы вам советовал лучше бы заниматься полетами на шарах, потому что у них, нет, почему, там полностью, у вас может быть полностью все легитимно, то есть катать на самолете за деньги, это все очень под вопросом, а вот катать на шаре за деньги, это уже достаточно понятно, прозрачно, но естественно, вашей ответственности это никак не снижает, и на шаре летать надо очень сильно думать головой, я бы даже сказал, что это сложнее, чем на самолете летать, ну, если вот такие вот обычные обзорные полеты, все-таки пилот шара, это серьезный пилот, но на шар можно получить пилотское, самый прикол, то есть вот на самолет там долго-дорого, на планер никак нельзя, на автожир там в одном аутсе, на всякие другие штуки тоже нельзя, а вот на шар можно, но только в одном месте, только там в Подмосковье, и шары у нас, кстати, в России производят самое прикольное, то есть у нас мало чего производят, но шары производят, и производят на хорошем уровне, и они дешевые, кстати, про шары я здесь скажу, чтобы Андрюха не морщился, про шары, самое смешное, что они у нас очень доступны по цене, то есть полет на шаре, как и прыжки с парашютом, кстати, у нас тоже достаточно доступны, и у нас, кстати, доступны, чего в других странах говорят нет, это прыжки на круглом куполе, У них только военные прыгают за границей на круглых куполах, у нас же вам разрешают, так сказать, с 800 метров там сигануть самому, это тоже, кстати, наша чисто российская фишка, ну и, наверное, СНГ, и ее надо ценить, потому что мы часто думаем, что везде все так, да, а они нифига, у нас все по-своему во многих листах. Давай тему про покупку техники в России, где искать, на каких сайтах и так далее. Да не начинайте вы даже человек хочет, ну смотри, у меня там нету прав, я школьник, или про самолет речь. Самолет, планер, неважно, техника, да? Ну самолет я бы просто ходил на, есть сайт, риа, ри, две буквы р, две буквы е, буквы а, точка и ру, соответственно, либо на сауне, там тоже, по-моему, барахолка есть. Ты сейчас пишешь, на авито нету ничего. На авито, кстати, много чего появляется, особенно этот Шаров, там замечал. Есть риа.ру, но покупка самолета, не понимая, что это такое, это как покупка, я не знаю, как покупка бизнеса. Это понятно, понятно. Ты купишь бизнес, если ты не понимаешь бизнеса ничего? У тебя нету прав, у тебя нет денег на машину, но ты там смотришь, смотришь, какие машины бывают, о, такие. И чего? Ты купишь машину? Нет, это тоже, ну, как бы, знакомство с темой, ты в тему въезжаешь, какие бывают, ну, слушай, я еще не летал на самолетах, я изучал вообще, ну, по, я не знаю, раз в день заходил на объяву, смотрел, что вообще накидывают, такой, о, ничего себе, как классно. Тогда лучше заходить на какой-нибудь Check Plains, там, и всякие наставные сайты. Ну, ладно, это не русские, а иностранные. Есть и в таком контексте. Тогда, да, если вы такой чувак, если вы любите вообще там что-то подешевле купить, подороже продать, или подешевле купить и этим пользоваться, то в Америке есть такая тема, страховые аукционы, и там же как, если что-то случилось, там так дорого ремонтировать, так дорог труд, да, он касается, что автомобили, ну, пусть меня поправят, я так сейчас про автомобили вообще ничего не понимаю, но я экстраполирую там с авиацией, так дорог труд, что сломанную технику, ее просто продают, ее продают, причем продают там другие страны зачастую, продают на какую-то утилизацию, и есть такие же страховые аукционы для самолетов в Америке, и там можно найти, если вот так сидеть, вот реально, если вы, кстати, вот это, кстати, хороший пример, он, ты его про него не говорил никогда, там можно нарулить конкретно интересный аппарат, но вы должны быть реально таким парнем, что вы там и английский знаете, и готовы туда полететь, либо дать денег, кто там осмотрит его, либо здесь в России найти человека, который под вас все это сделает, еще и восстановит со всеми документами, то есть я знаю пример, когда ребята по типу еще восстанавливали, легально, легально восстанавливали, там есть дэмэдж-хистри у самолета, но при этом, кое-моему, имеется в виду, что самолет повредило, например, даже не то, что во время авиационного происшествия, а на земле, стоял, стоял плохо, перевернуло, перевернуло бурю, таких много, вот например, опять же наш товарищ Андрей Иванов, который сейчас летит на Ан-2, летел в Токио, сейчас летит обратно, с польским экипажем, он свою Cessna купил там, ну я не хочу соврать, там 10 тысяч долларов он купил, ну когда еще это были нормальные доллары, в каком-то лохматом году, он купил так же, это был перевертыш, который, я не знаю, либо это был капот, либо это был переворот на стоянке, от того, что он был плохо зашвартован, кстати, вот тоже, швартуете свои аппараты, и чужие швартуете, неважно, что это такое, и машины швартуете, ну, в общем, он купил, и потом здесь его грузил в контейнер, с кем-то привез, и здесь потом, там, сколько-то летом занимался, он его восстанавливал потихоньку, и восстановил, и он сейчас аппарат летает у него, то есть такой вариант тоже есть, для совсем, когда вот там маленький бюджет, но вы тогда должны компенсировать отсутствие бюджета, там, наличием мозгов, там, знаний, времени, мозгов, там, да, либо вы кого-то привлекаете, там тоже есть услуги, вы можете, там, американского Васю, ну, который русский, попросить съездить, он вам там посмотрит, там, я не знаю, даже вы к Андрею можете обратиться, я думаю, у Андрея тоже, там, в этой теме, так же вам поможет, то есть, есть ряд людей на рынке, к которым ты обращаешься, они тебе называют цены, у них есть определенная уже история, авторитет, они вам оказывают эту услугу, можете сами, вот, у нас есть товарищ, он, вот, опять же, тот, отживание из Яндекса, он регулярно мониторит этот, как он называется, сайт, забыл, и там, говорит, не нужно там утромиться? Бурмистер, Бурмистер, как он там? Бурмистермер, Бурмистермер, и он там регулярно пишет, у нас там, у нас там, у нас есть, там, в местных там чатиках, там, телеграмных, закрытых, что ребята, вот такой самолет, вообще там цена, причем там такие, там, цены, там, порой бывает самолет стоит дешевле, чем двигатель в этом самолете, причем там такие встречаются варианты но бывают варианты встречаются на Аляске, например 3 копейки, но на Аляске ты начинаешь считать например, оказывается, что с Аляски это привезти будет ну его нафиг, лучше там в Майами купить где там все нормально, запакуют и отправят то есть это все но это я не агитируюсь за Америку сейчас, я просто рассказал это был вопрос, где купить, а я что-то куда-то опять меня унесло еще такой конкретный вопрос, человек спросил в догонку нашей прошлой темы, которую мы обсуждали то, что на 115 килограммах у тебя не должно быть может, ты не обязан иметь пилотское но должен подать план как вообще выглядит подача плана без пилотского я это всех просто в своих видео рассказывал, что зайти в эту систему плана, подачи планов первый шаг, попросить у какого-нибудь своего знакомого доступа по SPPE то, что система подачи полетных планов которые EVP.RF ну EVP.RF.ру значит, ну нет такого товарища раньше доступ этот давали писал в госокорпорацию письмо я пилот 115 там, параплан, шмараплан там те давали этот давали этот доступ сейчас если напишешь, скорее всего пошлю и там остался способ e-mail в каждом зональном есть e-mail вот на этом сайте ВП.RF там есть e-mail по зональным куда писать? вы просто составляете формализованную заявку это такая бильберда из букв и циферок и она уже на латыни это уже на английском вот, и вы ее подаете если вы такой прошаренный чувак вы можете взять вообще EURFPL это сайт, который подачи планов достаточно продвинутый, интересный сайт такой для подачи планов в Европе и уже EURFPL умеет подавать в Россию и он по FTN-у передает FTN- это такой допотопный авиационный телеграф в авиации все древнее, ничего не меняется но типа все надежно и везде одинаковое вот он поэтому FTN-у передает в Россию потом приходит, наверное в ГЦ поступает в главный центр потом в зональный раскидывается вы можете даже через век подавать эти свои штуки ну а можете через почту еще я знаю парапланиристы и слашники в разных регионах сделали у них есть какой-то сервис такой самодельный который тоже самое делает ты можешь вообще ничего не знать, как формализуется план написать там точку на карте ткнуть хочу тут летать он тебе сгенерит план ты его отправишь по почте все, ты как сказать подал план получил PLN ну PLN, наверное, получил по почте ну то есть план у тебя одобрен и летаешь себе то есть когда тебя ловит, я не знаю, какой-нибудь условный милиционер хотя по-моему он не интересуется они парапланиристами и прочими ты можешь ему показать распечатанную бумажку он может позвонить в этот хотя он не знает куда позвонить может быть сами ему придется звонить показывать в общем вот такой способ либо веб либо почта не бойтесь ошибиться можно даже там даже можно позвонить там если они не заняты они могут даже рассказать ну это конечно плохой совет они потом меня проклянут все люди кто там по крайней мере если у вас есть доступ лучше конечно авиационный подход на самом деле я сейчас погорячился авиационный подход взять такая штука есть называется ТС-2003 табель сообщений но его нереально читать если вы особенно еще этим никогда не занимались попросите старшего товарища попросите где-нибудь какой-нибудь форум скопировать этот формализованный план воспользуйтесь вот этим веб-сервисом который вам сгенерит этот план тот же кстати вот этот FPLN.ru да он стал платный 5 тысяч рублей в год точно точно ну кстати можете заплатить кстати FPLN вот он вам будет формализовывать эти планы удобная штука туда можно свой аккаунт подвязать сразу ну это если у тебя есть пилотская если есть я говорю если вы если вы еще такие эти как сказать кто такие повторяют часто свое действие и и не и не сдаются упорный вот если вы упорный вы можете наверное и госкорпорацию замучить она вам выдаст доступ в этот и ВПРФ потому что я не вижу ничего плохого раньше они его выдавали и это удобный интерфейс в как сказать в систему подачи планов и вы можете сами контролировать и смотреть давай еще посмотрим еще вот вопрос мне понравился реально ли купить планер бланник по частям крыло в одном месте фюзеляж в другом и собрать у себя в гараже можно собрать у себя в гараже все можно можно вообще планер самому собрать с нуля если хватит в тридцатые годы этим постоянно этим занимались да но сейчас я боюсь любая постройка она все-таки затянется надолго вы поймите что вы хотите я вот для себя людей делю на три категории это одни любят летать вторые любят строить а третья категория любит владеть воздушным судном говорят что есть еще какие-то категории ну вот поэтому с постройкой я не знаю можете но лучше купить планера все-таки вместе у серийного планера понятно у того же бланика все скорее всего соберется если вы купите отдельно но я не уверен что так много так много предложений что это отдельно здесь купить это отдельно там да бланник продается целиком так что он продавался кусками но будете искать что-то там выкруживать опять же да как Леша сказал вам шашечки или ехать вы хотите строить либо летать если хотите летать то есть готовое решение я знаю на Кубани много планиров превратили вот эти в мото такие планера на горку прицепили двигатель и используют это для ХРПов до сих пор но это уже не планер ну такой самолет получается если хочется самолет люди так делают ну мне кажется это жалко планер моя точка зрения бланник он отличный учебный планер какое наказание за несанкционированный взлет на планере либо параплане дельталете надо смотреть кодекс административных нарушений ну давайте скажем абстрактные 5000 рублей давайте скажем абстрактные 5000 рублей и то если вас как бы ну да это факт полета нужно доказать это затруднительно и реально ну реально это надо в кустах сидеть видеосъемку осуществлять я не знаю знаете скорее всего вы получите этот штраф не в том случае что когда вас поймали а когда с вас грозно спросили а вы сказали я я совсем согласен простите меня и все подписали если вы будете отказываться если вы будете грамотно вести себя грамотно да то вы скорее всего даже и не получите административки никакой ну это я не призываю нарушать это мы говорим о случае когда вы совершенно такой хороший белый пушистый планы подаете а тут вас там не знаю или не подаете но тоже пушистый летаете в тайге там никого нету ну и случайно оказались вы парапланы милиционер кстати милиционер тоже не каждый может тебя проверить на самом деле документы у тебя требовать не так много людей это прокурор это тоже надо знать это прокурор так люди из органов не смотрите почему это все пускай не знают я говорю что определенный абстрактный милиционер проверять документы не может так же как не мог не могут твои документы милиционеры по пояснике или могут я вот не знаю могут же на автомобиле не могут но не могут то же самое здесь про этих по поясниках не знаю здесь я знаю точно то есть может проверять участковые то есть если у вас до вас будет домогаться местные участковые зачастую это очень адекватные люди кстати и с ними надо дружить и они вообще интересуются авиации часто потом прокуратура транспортная да которая которая это их работа потом сотрудники Ространснадзора которые должны быть в форме с бляхой с удостоверением с печатью то есть все у них это должно быть это вот тоже часто знаете как много много всяких видео там как люди глумятся над гаишниками которые знают больше гаишников и глумятся здесь так же работает такая же схема я не призываю глумиться ни над кем но если вы знаете все свои права есть всякие видео в интернете там что должно бытьICK у проверяющего что не должно быть что вы должны obviously есть если вы грамотный человек грамотный то с вами тяжело что то сделать если вы не сами не пишете на себя там что то вам говорят что летал мы быстренько займ семья как только вы напишите что вы летали ничего не займут дальше дальше вас уже по полностью начнут то есть будут использовать вас по полностью а если вы скажете я не летал Потому что я сталкивался с такими ситуациями, когда люди просто вопреки здравому смыслу говорили Я не летал, я рулил по воздуху То есть слово полет не звучало Я не летал, даже в объяснительном Я рулил по воздуху Что? Нет, полет, нет, не был полет Ну и всякие там частые истории, которые, кстати, из жизни бывают Человек собрал самолет, он его там не зарегистрировал, не СЛГ Ну и уже находят стадии, что он уже там, у него пробежки там, еще что-то И он на них бегает по полосе И тут, предположим, он что-то не рассчитал, еще аппарат-то не знает, да Может еще поддуло, раз, и аппарат как бы взлетел Вот, человек дальше что? Либо там пытаться его присадить, а там уже полоса кончается Человек продолжает полет, да Вот такой момент, да, что это делать? Он нарушил сознательно или, вот момент какой, да Надо на себя вешать все в таком случае Не надо, ну, наверное, не надо Поэтому лучше, как сказать, лучше консультироваться всегда с юристами, с адвокатами Перед тем, как на себя что-то там писать Так, тут пошли много вопросов про Питер, Сасова и так далее Но, ребят, опять же Мы в этой теме не очень шарим Да и не хотим, на самом деле, разбираться Это не наша движуха Есть другие каналы, есть другие ребята, которые прям этим занимаются Там Женька из Take of Malkov Это путь пилота Он, Леха, всеми вопросами Ямала Я большой авиации там устраиваю Мы же вот такие чуваки, которые жестко маленькие самолеты Не, ну, если вы хотите в большую авиацию Собственно, а в чем вопрос? Мне говорят, куда лучше поступать? В Питер, в Сасово? Так, куда лучше поступать? Люди, конечно, такие... На аэродром Люди задали вопрос, знаешь, с категорией, мне кажется Куда лучше поступить? Что лучше, Apple или Android? Нет, нет, они задали вопрос Куда лучше поступить, там, в ГИМО, там, да Или в какой-нибудь, там, условно говоря, там Что-нибудь такое, там, колледж Дипломатический колледж, там, да Ну, один это ваше высшее учебное заведение Мне кажется, куда поступить очень непросто Тем более наочное Потому что, ну, поговорите Я не знаю, найдите кого-нибудь, кто там уже учится И поговорите с ними Потому что, в общем, в красках рассказывают хорошо, кто учится Потому что, если мы начнем с Андреем что-то рассказывать Это будет бред какой-то Над нами будут ржать все учащиеся И, то есть, ну, в общем, поговорите Найдите человека живого, кто там учится Задайте вопросы И лучше, хуже Нет такого там понятия, мне кажется Это все от вас зависит Может, вообще лучше за границу поехать учиться Я не знаю, чем в России, например В государственном узе учиться, я не знаю Опять же, где потом хочешь летать Да, где хочешь летать и на чем хочешь летать Что-то и тут тоже тема очень возбудилась По поводу маленького аэродрома Все начали тут говорить Чтобы не надо ново организовать Нужно старый восстанавливать Старок очень новый Да, пожалуйста, восстанавливайте Зашли на МАП-САОПу Там флак-по-руки, барабан на шею Приехали в администрацию И сказали Я вот хочу тут, как сказать, хотя бы для начала убраться Ну, давай порядок действий Ну, хорошо Вдруг вы внезапно узнали Вы купили дачу, дом там Или там внезапно вы 10 лет жили Узнали, что есть какой-то аэродром Ну, там какие-нибудь, скорее всего, гоняют Какие-нибудь стритрейсеры Кто-нибудь там, не знаю, там Палки Тряпки же жжет Поэтому надо, в первую очередь, убраться там Договориться, может, с администрацией Что вы возьмете это под крыло Что вам еще и зеленый свет Что вы там не просто Чтобы местные гонщики не возбухали Нет, ну, с гонщиками тогда разобраться можно Они просто колеса раскладывают обычно И никто же не против, что если они там ездят где-то вечером Там, когда никто не летает Пусть ездят, но Короче, договоритесь между администрацией Они обычно Им это, так сказать, если это будет под надзором, только лучше Убираетесь там Делаете субботник Пилите там деревья, которые обычно Если это асфальтовая полоса, выросли из полосы Подходы очищаете Желательно вам какого-нибудь авиатора В команду, которая вам там подскажет Что и как Чтобы вы там не изобретали велосипед Ну, условия такие, что нужно Подходы должны быть свободные Не должны нарастить деревья там в торце Полосы, которые там уже самосемом выросли На полосе не должно быть откровенных ям Либо они должны быть как-то промаркированы Их надо как-то объезжать будет тогда На посадке, ну, если полоса позволяет Если Если ямы серьезные Ну, заделайте их там сами как-то Какими-то средствами ремонта быстрого В общем, это так много людей делают Вот аэродром, например Я сам начинал, кстати, летать на таком аэродроме Который начался с того, что люди ездили на аэродром Какой-то на более дальний Потом увидели этот Он там мусором был заброшен Забросан всяким Они приехали, очистили его, собрались Это речь о Конаково Аэродроме Там сейчас база вертолетная Вертолетная международная академия Международная академия вертолетного спорта Вот, как она называется, правильно А там просто старая ХР на аэродромах АхР, с которой производились Соответственно, авиационно-химические работы Это обычно полоса 400 метров асфальта Их по всей стране настроили Это бункера для хранения удобрения Ангары Ангары обычно уже разрушены Вот Верия Это просто экзотика Это прошлое видео Андрея Что в Верии огромные ангары сохранились Обычно нигде этих ангаров нету Остаются одни площадки для заправки Ан-2 Этой смесью Потому что Ан-2 как Подъезжала, короче, такая штука С этой Как бы с бункером Ну или с чем-то там, короче, хрен его знает И сверху засыпали через люк В Ан-2, короче, химию И вот на этой площадке Даже до сих пор где-то еще эти Куча вот этих удобрений старые Могут еще валяться Какие-то ничего не сгнившие Пожалуйста, развивайте такую площадку Северка та же самая Она выросла из такой же Из нее вывезли, говорят, там Не знаю, там Сто камазов Какой-то дряни всякой там, мусора Вот И начинайте там летать Или хотя бы, если не летайте Хотя бы очистите полосу Добавьте мапса опы Комментарий, чтобы вы очистили Фотки там приложите И авиаторы там какие-то Есть люди, которые на новые аэродромы любят ездить Вам прилетят Ну, конечно, всегда Хочется приехать по земле посмотреть Мало ли что там, да То есть ты вот не решишься лететь Я думаю, в такое место Которое, нет, тебе скажут Мы все сделали, Андрей, прилетай Которое, я знаю, что никто туда долго не летал И этот самый Так, если какой-то аэродром Я знаю, что там стабильные ребята летают Мы вот говорим про вновь такой возрожденный Вот сейчас люди, предположим, послушали Наше вот это все Гонева Жесткое-жесткое Оно на самом деле Гонева Но в нем там очень много хороших вещей И вы их слушаете И сделали так Ну, конечно же, лучше Либо видео снять тогда, да Чтобы убедился человек Либо все-таки какого-то авиатора Туда пригласить Не знаю, дядю Петю Который летал на Ан-2 Тридцать лет назад Это, понимаете Он такой же летчик Как и те, кто летают сейчас Он Все подходы те же самые Абсолютно И он еще там может скажут Да я сейчас, может, хочу тоже Вернуться, так сказать Летать там вначале То есть Тормошите там своих И говорю Если у вас совсем какое-то Гнилье в части авиации Там ничего нету Каких-то там старшее поколение Тормошите Может быть, растормошите Они вам что подскажут Потому что В одиночку Без опыта Такие вещи Это как пионеры авиации Это они там смогли Что-то там И то Были люди упорные А мы сейчас В куче регионов России Пришли к состоянию Как братья Райт Какие-то просто Реально Это мы тут такие Тут в Москве все мажоры А в других регионах Там есть люди Вот я читаю на Рио истории Там какие-то дельтолеты покупают А как кто меня научит Ну понятно, что за дельтолетом Просто поехал Тебя научили В другое место Где есть дельтолет А есть история Когда люди сами учиться начинать Представляешь, Андрюк? Ты вот мог бы сам на самолете Научиться летать? Ну сложно И вот там есть история Чувак там учился на дельтолете летать Короче, со льда взлетал Короче Что-то два или три раза Короче он его разбивал Чуть не убивался И вот в итоге По-моему даже научился Ну или нет Или в итоге он все-таки Была бы лежащая ситуация Когда гости у Володи Васильева были В Киеве Там стоит летательный аппарат Который какой-то слесарь собрал Не зная принципа управления самолетами И у него что-то там Как по крену вот так То есть ну Совсем другой принцип как бы управления Смысл аэрономический такой же Да, но вот как бы Другие совсем движения И техника летала То есть ну Такие люди есть Самодельщики Это исключение Очень сильная на самом деле Тема была в Советском Союзе Вот мы может об этом не знаем Даже книжки выходили Про это там Самолеты строим сами Самый хороший пример Книжка там дофига Там сто там Самодельных самолетов Вся эта тема очень живая Но сейчас я не знаю Самодельщики уже так немножко Мне кажется Потише стала эта тема Потому что Сейчас уже стало доступно Купить какой-то самолетик Да Или собрать чего-то там Какой-нибудь из Из какого-то там набора Или собрать какой-нибудь там И старый самолет восстановить там То есть ну Сейчас самодельщиков Мне кажется поменьше в целом Но тоже Тоже можно Но надо понимать Что с самоделкой Вы скорее всего Много лет будете его строить Вот И только потом летать Поэтому хватит ли вашего упорства На постройку Так Сколько стоит взлет планера Любой ли самолет поднимет планер Как садиться на полосу без связи Если есть другие самолеты Вот этот человек в одном вопросе Денег нам никто не прислал Не присылаю что-то Донаты нету Хорошо Значит первый вопрос был Как Давай еще раз Сколько стоит взлет планера Тоже тут градации В зависимости от метра Все зависит Давайте самолет возьмем В принципе средняя цена Буксировки за самолетом Там две тысячи рублей На соревнованиях бывает дешевле Бывает Бывает Тысяча По тысяче рублей Тысяча рублей подъем Бывают подъемы дороже Там Три тысячи может стоить Все зависит от аэродрома Ну Дороже трех тысяч Наверное Стандартной зоны подъема не бывает Значит Второй вопрос Я уже все забыл Честно говоря Мне сразу говорить Говори мне по вопросу Я У меня маленькая Любой ли самолет поднимет в плане Что должен Не любой оборот У него Он должен быть Либо ферменной конструкции Либо он должен быть Достаточно металлический Чтобы у него хвост не оторвал Он рассчитан Ну слушай Композитный тоже буксировщики Бывают Просто он должен Рассчитан на буксировку Нет Ну если композитный Композитный он всегда Это будет монокок Поэтому он скорее всего Всегда его потащит Потому что он прочный Ну Скорее всего Нет Скорее всего Короче Все просто Самолет должен быть Это называется Тау-версия То есть Есть там самолет И давай я до конца Отвечетки Значит Какой самолет Обычно используют Такой самолет Который Распространенный То есть У него должна Прежде всего Хватать его мощности Для взлета Если этот самолет Еле-еле поднимает Себя и пилота Такой самолет Не годится Либо нужна полоса Нужна степь какая-то Тогда да Тогда вы взлетите Если у вас Обычно Такой классический Аэродром Где все-таки Через Сколько-то метров От торца Начинается лес То все-таки Вам надо взять Какой-нибудь самолет Который Там один метр Хотя будет Его поднимать Секунду И надо просто Посмотреть Скороподъемность Самого самолета И уже От этого Плясать Если вы спрашиваете Какую-то конкретную Марку Ну Обычно Это самолеты С хвостовой опорой Зачастую Можно сделать На самолете И с передней стойкой Но тогда Надо ставить Бар Такую Палку Такую Короче Ставить Который Чуть-чуть Опускает его Вниз Ну вот Хвост И вот такая Палка Все это Продается готовая Стоит Безумных денег В тосте Это Фирменное Все Можно купить Значит Классические Самолеты Буксировщики В России Это Вилга Это Як-12 По мере Убывания Это Злин Вот это Основные Буксировщики В принципе Даже Самый Тоже Самый Чахоточный Аэропрак Он Тоже Может Откать Он Слабоват Он Не Бланик Потащит Но Делаю Терп В Шевленок Когда-то Пробовали Таскать Ну там Был Типа Типа Аэропракта Пробовали Бланик Поднимать Короче Вон там Пахтя Пердя Короче Поднимет Его Ну Это Если У вас Хороший Аэродром Слабый Самолет Плюс Хорошие Подходы Либо Мощный Самолет Хоть С места Там Потому Что В Европе Буксируют На Турбовинтовых Самолетах Чмелаки Есть Такие Чмелак С поршневым Двигателем 14 А есть Короче Там Не знаю Оттелки Там Стоит Двигатель Самолет Вот так Залетает Вверх Вертикально Практически Он Для Хейр Используется Поэтому Моща Он Должен Таскать Тонну Или Две Химии На Себе Поэтому Он Еще Дорогой Безумно При Этому Но За Ним Забуксироваться Там Просто Трындец То Есть Хорошо Раз Метод Затяжки Давай Про Другой Этот Метод Давай По Вопросу Стоимости Сколько Стоит Затянуть Самый Это Самолетный Метод А Стоимость Депетка У нас В России Не Очень Распространенная Я Цен Не знаю В Европе Юля Ездила Сколько Там Стоило И Кристина Стоило Чем Там Десять Или Пять Десять Евро Это Стоило Один Подъем Ну Какие Цены Другие Но Для Этого Нужен Клуб Который Лебедка Работает Вы Не Можете В поле Сказать Лебедка Подними Меня Должна Быть Люди И Один Человек Который Я Должны Быть Потому Что Коллектив Это Все Делает Коллектив Что Делать Как Садиться На Полосу Там Самолет Что Делать Как Садиться На Полосу Без Связи Если Есть Другие Самолеты Ну Грубо Говоря Входить В Круг То Есть Длечо Придумали Круг Почему Все В районе Аэродрома Летают Не Как Хотят А Летают По Этому Самому Аэродром Кругу Вот Именно Для Того Что Ты Входишь По Касательным Под Углом К Какому То Развороту Не Навстречу Летящим Бортам Которые Летят По Этому Кругу А С Попутным Таким Под 45 Входишь Соблюдая Смотрительность Ну У тебя Отказала Радиосвязь Какая Процедура Отказ Радиосвязи Ты Докладываешь Блайндом То Докладываешь Как будто У тебя Работает Выкинуты В окно Радиосвязь Радиостанцию В порыве Страсти Значит У тебя Вообще Нет Радиосвязи Можешь Никому Не докладывать Просто Крутишь Башкой Во все Стороны Я бы Не сказал Что Я С товарищем Из Лондона Общался Он Говорит Что У них Нет Докладов На Кругах Зачастую У них Визуально Это Правильно Это Хороший Подход Вообще Да Радиосвязь Она Никак Не Помогает Только Мешает Погорячился Но В целом Ты Садишься Не потому Что У тебя Есть Радиосвязь А У тебя Есть Радиосвязь Потому Что Ты Садишься Это Не Главная Фишка Вообще В полете На планере На самолете Доложить Всем Главное Крутить Башкой Это Сто раз Важнее Вроде По процедуре Есть Отказ Связи Есть Мысл Пройти Над Полосой Помахать Нет На чужой Аэродром Чего Мало Диспетчер Спит Да И там Выставит Красный Свет Выложит Крест Запрещающий Посадку Да Эти Способы Все Описаны Все Проходят В школе Но На практике Я думаю Что Если Вы Садитесь И Вам Надо Сесть Например На планере Или На самолете У вас Остаток Топлива Небольшой Я Думаю Что Я Не знаю Андрей Не хочу Людей Обмануть Может Процедура Правильная Такая Можно На 115 На 115 Кг За границу Полететь На планере Или На самолете Какая разница А какая разница Там Регистрации Нет На планере Тебе же Надо Попасть В Иностранной Международной Хорошо Давай Разделим Вопрос На две части Как На планере Так Тысяча Рублей Парни Спасибо За то Что Делаете Экспертные Экспертными Знаниями Спасибо Большое Спасибо Так Значит Давай Разделим Кстати Ребята Можете Пользоваться Таким Лейхаком Еще 10 минут Если На какой-то Вопрос Мы ваш Не ответили Мы точно Его увидим Если Вы Нам Зададите Разделим Вопрос На две части Полет За границу На планере Давай Полет По маршруту На планере Раз И второе Куда-то Далеко Полететь Или За границу На самолете 115 Кг Вот Первый Как летать По маршруту На планере Я Вот Такой Вот Чем Тебе Смешалось В одну В кучу Я Я Вот Такой Чувак Странный Очень Я Хочу Планер Использовать Как транспортное средство Купи планер С мотором Купи планер С мотором У которого Движ Теоретически Это возможно Были же варианты Когда люди На заводы Вот мой инструктор Олег Яньянов Рассказал Когда они На завод Летали Их там Не долетая До аэродрома Оцеплялись За сколько-то Километров Они выпаривали Летели На завод И так далее На ремонт На капремонт А Ну да Ну конечно То есть По факту Теоретически Маршрутный У нас ребята Летали Вот уже Сергей Володя Они летали Кросскантри Полноценное Такое Кросскантри Это с точки А в точку Б Тетормин Скорее Больше самолетный Мы его Не сильно Используем В России Для планировок Потому что Это То есть Они летели Куда-то По-моему Из Усмани Слетали Не хочу врать Не в Пахом Они Ну короче Они так То есть Они общались Короче Сциональным Вели Вели Радиообмен Что для планилиста Не очень-то Свойственное И не очень удобно Потому что Все-таки У тебя Голова другим Занята А не Не вычислением В какую минуту Ты будешь В каком месте Это на самолете Есть время Дурью заниматься А на планере Уже Ну Меня не хватает Время Для таких Извращений Можно Можно летать Но Для этого Надо повышать Свой класс И лучше Иметь еще Двигатель На борту Потому что Ты выпустил Если Ты Допустил Сам ошибку Какую-то Либо уже Погода Кончилась На 115 Границу Если не пересечь Это очень Синтетическая Ситуация Сейчас объясню Почему Потому что Много топлива У него Сильно не запихаешь И много Высоко На ним Не залезешь А многие Процедуры Пересечения Границы На высотах Да Оно до сих пор Так осталось Еще Я так понимаю Пытаются Это поменять Что Они сделаны Для больших Самолетов Места пересечения Границ В воздухе То есть Это некие Виртуальные места В которых Вы должны Пересечь Границу И они Находятся На таком Флайт-левеле На котором Вертолет Например Или маленький Самолет Он туда будет Вот так вот Знаешь Этими Руками и ногами Забираться Долго и нудно И опять же Там могут быть Погодные условия Которые тебе Не позволяют Туда залезть Там может быть Облачность А тебе надо Туда что пересечь И поэтому Ты не знаю Либо ты должен Что-то там Диспетчера Но сейчас уже Говорят вроде Нормально Ты можешь запросить Вот сейчас летели На этом Ан-2 Вроде Вот когда они Пересекали границу Им разрешили Разрешили пересечь То есть Ан-2 Ему там Лезть на Сколько там На 4 тысячи Ну ты трындец Замучаешься Это вот бывает Бросают парашютистов 4 тысяч Но он туда Не знаю Сейчас только По-моему Лезет этот Ан-2 И нахрена Это надо Тратить топливо Ради Ну каких-то Непонятных правил Которые придуманы Для большой авиации Больше чем Для нас Поэтому 115 Наверное Ну наверное Если вы будете Первым таким Продвинутым чуваком Который будет все знать И будет уметь Там хорошо общаться С диспетчерами Что для 115 Это немножко странно Потому что Если нет опыта Полета на самолете Который требует Пилотского То с диспетчерами Вы болтать не научитесь Это Ну вот Андрюх У тебя навык Откуда появился Чем больше говоришь Тем больше А так вот Что ты дома научился Это есть Как еще уникум Английский язык Учат там В школе А потом на нем Разговаривают Вот наверное Так можно Обмен выучить Но я что-то Я так не смогу Продолжение Темы 115 Вопрос Подскажите пожалуйста Самый популярный На данный момент Модели планеров До 115 килограмм Есть и такие легкие Планера с моторами Примерно цена На них Вот как раз Отличная тема Ну вот с моторами Хорошая игривая Планер который Реактивный С двигателем Они сделали Стоит он там По 30 тысяч евро С этими двигателями Реактивными Без двигателя Он стоит По моему По 20 Или даже Можно за 18 В Пензе Купить В Пензе Компания На строитель У них есть варианты Когда ты можешь Купить Только уж Как бы Выклеенную корку Ну ты же композитчик С чем это можно сравнить Не знаю Короче Киндер сюрприз Вы купили И сами его потом Склеиваете Крылья в него втыкаете Вот можно купить И все в таком раскладе У них Но это вы уже Должны уметь Все таки с композитом Работать Это не так сложно Но это технологичный материал Надо быть аккуратным Надо быть умным Что надо быть еще Чтобы композитом работать Ты вот работал С композитом Надо шаривающим Просто быть Не знаю А как зашарить А зашарить Видео посмотрела А как зашарить Надо поработать Надо наняться Наняться куда-то в рабство В тот же самый Авиастроитель В Пензе Вот кстати Хороший вариант Наняться туда Работать Человек спрашивал Какие модели Давай про это АС-4 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 Производница В России Завод Авиастроитель В Пензе Прямо вбиваете Раньше планер Назывался Россия Сейчас называется Россия АС-4 АС-4 На базе него Сделан как раз таки Вот этот Рыжедемон С реактивным двигателем Да То есть Они там его Доработали Переделали И так далее На базе него Сейчас делается Электрическая версия То есть Вариантов много Заходите на сайт Авиастроителя Звоните По их телефону И так далее Спрашивайте Тут еще вопрос Я думаю На этот вопрос Мы ответили Есть еще Кстати Иностранный С-115 Самый знаменитый Это Спарл-Хок Планер Американский Кстати Про кто-то Больших людей Спарл-Хок Он очень широкий Самолет АС-4 С-115 Он настолько широкий Что мне Не нравится Ты садишься И вот Он вот Хочется Когда садишься Спортивный планер Он тебя облегает Как вот ты Знаешь Тренники Спортивные Веломобили Видел такую штуку Я на дороге видел На днях Буквально Я думал Что это все Умерло уже То есть Веломобиль Чувак лежит И крутит педали Вот так же ты лежишь Спортивный планер И тебя это Как кокон Все облегает А в АС-14 С-115 Когда садишься Ну видимо Федоров под себя Делал Это главный конструктор Крутой Дядька очень И он такой Там вот Тут еще Можно там Посадить Двух котов И двух собак Еще По бокам Нафиг Только непонятно Потому что Хочется Чтобы там Все-таки Не качаться Сюда Ты притянулся Нормально Полетел И лес пишет К лесу В рабство К лесу А лес что В композитке Понимаешь И лесу Нужен кстати Композитчик Что-то понимает Сам Нет Иметь ввиду Обучение Нужно Нужно Да И лес Мне кажется По металлу И лес По металлу Это отец Отец А по композитке Тут уже свой отец Ну Вот кстати Есть отец Саша Кулешов Который Вот эта рыжая тема Вот он Отец Он там Иногда Всякие лекции Дает Я сам присутствовал А кстати Ну и даже мы устраивали Я даже сам как-то Выклеил Какую-то херовинку Выклеил Из стекловолокна Да Был очень горст Саша Глазырин Тоже Хотел Грел Да мы хотели делать Эти практику Спроса Спроса Не было Мы хотели делать Думка Даже хотели Бесплатно Делать Пишите в телеграм Если есть спрос Будем эту тему Возрождать Я в дело Только за день Делать это бесплатно Так Давай Дальше Побежимся По интересным вопросам Что случилось С аэродромом Шевлено Почему больше не летает Потому что мы переехали На соседний аэродром Пяти километров Называется он Щекино теперь Вот Так что не сильно далеко ехать И там комфортнее Для планиров Там офигенно Там просто Там нереально огромный Когда приезжаешь Шевлено После него Мы назвали его Авианосец Он что с трех сторон Вода И для планера То есть Которого нету Возможности Уйти на второй круг И так далее То это Так себе Дело не в втором круге Для планера Нет возможности Долететь Долететь Если ты продолбал высоту Вот Когда вот кстати Говорят про планер Давай заканчивать Но в планере Главное Знаешь что Я как думаю Несколько там Какие-то там Даже техника пилотирования Это вообще не касается Воздушного судна Мне кажется Техника пилотирования Это конечно важный момент А вообще Авиация Это про принятие решений Да Потому что Сколько Хороших летчиков Погибло Да предположим Или там Попадало В какие-то ситуации Такие Что там Они потом Из них еле выбирались И Стрим можно будет Посмотреть в слайне А то все пропустил Да конечно Сразу же После того Как все закончится Стрим будет А планер Это вообще Про принятие решений Там в планере Не то что Ты там на второй круг Уйти не можешь Это не важно Там и не надо уходить Если у самолета Сложилась ситуация Когда ты не можешь сесть И тебе нужно уходить На второй круг Это тоже что-то критичное И скорее всего Ты ее уже не Не решишь То есть Планер Это про решения А не про то Что там Нельзя уйти на второй круг Это такая штука Ты должен думать Шар Ты должен думать Ну в принципе Любой аппарат И самолет это тоже Нужен думать Потому что Если в самолете В визуальных условиях Летишь Ну да просто А там же Куча совершенствования В любом виде Какое бы вы не выбрали Летание Шар Самолет Планер Параплан Дельтаплан Дельталет Автожир Вертолет Там есть Столько ветвей Вот вы начинаете Вы вообще их не видите Даже когда начинаете Даже не видите половины Там вы можете стать инструктором Вы можете там Летать для себя Можете стать спортсменом Можете Я не знаю Там с таким конструктором Испытателем Там Можете в теорию Вылезти когда-то в большой авиации В России Правда это окошко к среднему Закрылось Нормальный путь Как всегда люди Из малой авиации Попадали в большую Теперь к сожалению Это все То есть Вы не придя в аэроклуб Вы никуда потом К сожалению Дальше не двинетесь Вам все равно Надо будет ехать Либо за границу учиться Коммерческого пилота Либо в России Учиться в Пяти всего лишь местах Ну что С каждым С каждым Часом Места уменьшаются Количество уменьшается Нет Почему пять мест Это Сасово Букурослав Красный Косу Ульяновск И Питер Пять мест То есть три училища И два высших Я к тому что Если ты хочешь Стать коммерческим пилотом В России Прекратилась тема С коммерческим пилотом Раньше Например Если Андрей Вот он Начал на планере Перешел на самолет Налетал на самолете Там прилично Понял что хочет Дальше расти В принципе Требования к коммерческому пилоту Какие Двести часов Налеты У тебя они уже есть Дальше Тебе нужно пройти Теорию определенную Ты ее Должен Раньше ты мог ее пройти В ауце Теперь Ни одного ауца С уничтожением Человия Которое Именно училище Было Ты пройти не можешь Так ты мог там пройти За 2 миллиона По-моему это стоило И за Если у тебя Техническое образование А у тебя оно есть За там полгода Что ли Ты мог пройти Все остальное Остается с коммерческим пилотом Все Дальше ты уже можешь расти Уже дорасти До линейного Все Сейчас вот этот К сожалению Вот этот Путь Его просто убили В России Так ребята 9 часов Времени Мы как и обещали Стрим по 2 часа Чтоб не растягиваться Мы можем сделать Как бы некий экстенд На 10 минут Такой да Андрюха Можно как ты думаешь Ну давай Я просто озвучил Еще вот как бы Приколы свои Которые тезисы Я себе на бумажке записал Вот они называются Как сделать клуб Аэроклуб Я чуть-чуть про него сказал Можно потом отдельно Где-нибудь меня спросить Попытать Что русские ничего не умеют Делать вместе Да это к сожалению так Ну давайте И менять что-то в этой жизни Давайте пытаться Уважать друг друга Доверять друг другу Любить друг друга Потому что Ну Короче не хватает Это русским Европейцев очень хорошо видно Как они Я просто завидую Я просто завидую Я просто Вот как бы говорится Кто-то там гордится Что он русский А я в такие моменты Не то что не горжусь Я конечно горжусь Но я Я офигеваю Какие они крутые Как они все делают вместе Какие они позитивные Они не орут Друг на друга Они не Там Не подставляют Друг друга Ну в общем У них Это коллективы Много лет растущие С преемственностью поколений Где старшие учат младших Вот все что у нас уничтожено Поскольку у нас ДСАФ уничтожен Хотя он и был такой Ну не совсем Женеспособный Потому что он государством Поддерживался У них эти клубы Никто не поддерживает Они как бы сами живут То есть вот Мы начали с тобой Сносы Начали с тобой Ты еще с кудрями начал Потом происходит 50 лет Предположим Мы там Дожили эти 50 лет Прожили Ты лысый Я там Уже с волосами Например Вот Но мы уже учим Какого-то Васю там летать И мы уже Ну то есть Все это сохраняем Эту историю И аэродром Этому Этому аэродрому Миллион лет И мы уже там Все знаем про него И техника Которая там была Мы на ней летали Она летает до сих пор Потому что она вечная практически Поэтому это чуть-чуть Такое лирическое отступление Значит планилиризм Это вещь С одной стороны Коллективная С другой стороны Большинство планилистов Эгоистические натуры Вот как это совмещать Мне это до конца непонятно Так авиация Это не место Где все романтики Да Это так Много людей Глупо считать Что если человек научился управлять Самолетом Или планером Он стал каким-то очень хорошим Или Говняков Столько же Столько в нормальной жизни Так что там Не заблуждайтесь Не Нет Хотя поначалу Вы всегда будете Так Я думаю что Кондор рулит Это такой симулятор планерный Кстати Да Он хорош Чтобы попробовать Именно планерный Учиться на нем Управлению не надо Навыки какие-то Подрабатывать Хотя Можно пытаться Если только Но если только Вы купите хорошие органы управления Вот есть Делают русские Как же я забыл Black Mamba Может быть Black Mamba Я другое название Помню Короче там все из металла Там нормальные резисторы Там нормальная загрузка Короче Оно правда стоит Там прилично Но вот это Бушина Мне кажется Не продает Никто такое Но не важно Все это есть На форумах Где Симмера Не Симмера даже А где Тусят скорее Вар симуляторы Где всякие У-2 Я не летал с них Но планеристы Которые летали На всем металлическом Металлические педали Металлическую ручку Говорят что Вообще Кондор Становится похожий На настоящий планер Я же в этом Смоленский Кондор запускал На подвижной платформе Офигенно Значит То есть Вы можете попробовать И потом Это хороший путь Совершенствования Потому что Сейчас тут люди Показали Как они Совершенствуют Маршрутные полеты В Кондоре Добились Скачка Просто в реальных полетах Значит Зачем это Сколько у нас там времени Зачем это Ну еще 7 минут Зачем это Тому кто хочет Стать самолетчиком Потому что В принципе Я прекрасно Осознаю Что большинство Аудитории Андрея Это люди Которые хотят Летать на самолете И вот эти планира Они может даже Кстати Не сказали Что такое планер Может сейчас Уже кто слушает Они до сих пор Может быть думают Что мы говорим О параплане Планер Это такой большой Самолет без двигателя Чтобы вы понимали Надеюсь Речь о том Что зачем Вот Я сейчас свое мнение Не выскажу Потому что Ты меня пригласил А сам свое мнение Будешь потом высказывать Я вот так вот летаю Я начинал с самолета Сейчас периодически Летаю на самолете Но больше Я конечно уже Сам особо не управляю Так С друзьями На Ан-2 Ну может на маленьких Самолетах иногда летаю В мелкоместных В основном летаю На планере Я вот так вот понимаю Что в принципе Я бы очень себя Уверенно чувствовал На самолете После Конечно После планера Потому что Знаете почему Я вот для себя Сформулировал Что На планере У тебя ручка и педали Все И ты максимально Хорошо оттачиваешь Свою технику пилотирования Тебе не надо С заряженным двигателем Тебе не надо С каким-то там Закрылками Тебе не надо Там Не дай бог У тебя шасси Выпускаются на самолете Это вообще трендец Какой-нибудь Як-52 Если вы учитесь На Як-52 Я вам там сочувствую Это настоящий самолет Это крутой Вы можете себя Летчиком считать После этого Что если вы освоите Вилгу Либо Як-52 Либо Як-18Т Это не цеснок Не дай Никого-нибудь аэропракту Которого там Две кнопки Две ручки То есть Планер Это такая квинтэссенция Ручного управления Это Как сказать То есть Обнаженная Да Обнаженная То есть Вы как бы Начинаете Начинаете Базы Вы строите фундамент У себя Да Конечно Куча есть самолетчиков Я не хочу совершенно сказать Что без планера Вы станете Как кривым самолетчиком Есть куча самолетчиков Гениальных Вот есть люди Которые встречают Но они там выросли Вообще там Ну просто Летчики-испытатели Все такое Но мы говорим Про гениальных людей Так скажем Которых единицы А вот мы Мы так скажем Люди ординарные Ну и вы Смотрящие нас Потому что Если вы были гениальным Вы давно бы уже летали И без нас Так скажем Вот А ординарный человек Который Собственно Постепенно наращивает Свои навыки Умения Который Может быть Не так часто летает Как хочется Вот Начать с планера Я считаю Что это Я раньше Как бы не говорил Про это Это как бы будет реклама какая-то Ну что там А сейчас мне кажется Что планер Это вот то С чего надо Начинать Не потому что Мы садимся Все время Как самолет без двигателя Нет Если у меня посадить Самолет без двигателя Я обосрусь Потому что Он реально Сыпется конкретно Потому что на планер Планер даже Я могу сделать Такой на планере Чтобы он так же Сыпался Но реально Конечно же Самолет с казашим двигателем Это совсем не планер Это не ставьте Знак равенства Потому что Но Представьте Какой это Коэффициент офигевания Если у вас Отказ какой-то случается Если вы все-таки Планерист Шансы у вас Что у вас остался Целый аппарат Я вот сейчас смотрел Фотки там Были там В училищах Приземлений Кстати Вот сейчас Что-то пошла Вот эта тема В гражданских училищах Аппараты Там какие-то отказы были И они стоят Там у одной Двигатель отломился Хотя вроде Площадка ничего По фотографии Это знаешь Диванный эксперт Я такой И другая там тоже Вроде грядки Такие И там тоже стоит аппарат Который там Развороченный Мало времени Чтобы принять решение Поэтому начинаете С планера Просто будет И самим спокойнее И я говорю Вот это все Скольжение Чтобы у вас не было Вы это все Оттренируете Так, ладно Это проехали Значит Страхов обычно Всегда больше Чем реальных проблем Согласен? Да То есть Мы себе придумываем Это как вот с девушкой Познакомиться Ой, она там Мне скажет То, сё Там А надо просто подойти Ну не первая Вторая, третья Четвертая, пятая Шестая Все, окей Это работает Массовый перебор Работает с девушками Работает и здесь Но здесь это работает Часть из чего Реально То, что вы себе Придумывали Скорее всего Этого не будет Все вы сможете Потому что у меня был И так Момент, когда я учился На планере Я думал, что все Я прекращу учиться У меня тут просто Инструктор Такой Ты знаешь Она такая Возьмет И уже не отпустит И о этом Когда едем на аэродром Я такой Ну, едем Хорошо Хотя сам я уже думаю Ну, наверное У меня ничего не получается Ничего не выходит Хотя, в принципе Это было штатное Совершенно какой-то Середина обучения Да, вот такой вот Кажется, что Я такой Человек мнительный Я себе там Напридумывал И если бы Меня за шкирку Не протащили бы Я бы, наверное Тут бы вам Историю не рассказывал Значит, что Пилотское получение Не самоцелит Я вам рассказал Что это надо Но не зацикливайтесь На этом Значит В общем, короче Часто у нас в жизни Современной Мы не такие все Гагарины У нас есть Недостаток мотивации Есть нерешительность Такая человеческая Ее можно победить Только одним способом Приехать на аэродром Полетать И чтобы вас зацепило И чтобы вот это Ваши эмоции Полученные Они вас тащили Вперед за шкирку Потому что иначе Запланировать обучение Ну, вот это типа Андрей только может Он, я запланировал Что я стану летчиком Там, налетчиком Это такая должна быть Очень, ну Цель и исследование Он такой последовательный человек А большинство людей Они все-таки такие Особенно которые Эмоциональные Такие творческие Они там Сегодня то Это не значит Что творческие люди Летать не могут Все могут летать Это абсолютно все равно То есть Вам надо зацепить себя Самим Посадить на этот Крючок Так скажем Наркотик Некрасиво звучит Посадить себя Так, чтобы вам хотелось Возвращаться к этому И тогда вы будете И лень И нежелание Чего-то головой думать А не любят люди Головой думать Это нормальный процесс Значит В общем Есть вещи Которые трудно представить Полет Вот одна из таких И попробовать Здесь не сопряжено С риском Это не то Что там Это решится Я сейчас сяду Самолет весь белый Я умру обязательно Нет Это Придите в нормальный Аэроклуб Полетайте В общем Все будет хорошо Или хотя бы Посмотрите со стороны Все это происходит Перестаньте бояться И заключение Самое главное Что я вам хочу сказать Что не думайте Что вам Что кто-то поможет Там авиации Мы там Правительство Уже летающий Помочь авиации Можете только вы Придя в нее И сделав ее Более массовой Как это случилось С автомобилями Если бы Количество автомобилей Автомобилизации Было на уровне 90 Когда там было Три иномарки И какая-то Старая классика Там ездила по дорогам Не было бы дорог Не было бы ни дорог Не было бы ненормальных Инспекторов Не было бы ненормального Получения там Прав Регистрации Ничего бы не было Да Сейчас автомобиль Ну только у ленивого Нет наоборот То есть люди сейчас Уже тренд наоборот Отказаться от автомобиля Потому что Все ездили Вот Переразвился Все Давайте сделаем Тоже самое с авиацией Без вас это не получится Особенно это Кто вот живет В каких-то центрах Понятно что в регионах Люди агитировать Там знаете там Ребята давайте Ну это глупость А кто живет в центрах Там Москва Питер Екатеринбург Новосибирск Особенно Вот Новосибирск Екатеринбург Почему-то Такой унылый город Он вроде крупный Но с точки зрения авиации Он какой-то полудохлый Вот Новосибирск Там все круто С планерами И с другой Всякой техникой Питер Более-менее Ну тоже Не сказал бы Что лучше Кто еще Какие города Ну Кубани Сейчас пошла Тема Тоже планерная Хорошо И с аэродромами Просто С обычными Самолетами Там много Какие у нас еще Города Миллионники есть Ну в общем Ты основной назвал Ну в принципе Да В этих центрах Легче всего Развить Давайте Как бы Двигайтесь Там Начинайте Потому что Мы не можем Агитировать Васю Из деревни Потому что Ваше надо Создать усилие То есть Он Как сказать Частица Которой Надо гораздо Больше энергии К ней Приложить Чтобы какое-то Движение Началось Давайте Прощаться Все Да Ребята Всем спасибо Что смотрели Всем спасибо Кто донатил Кто задал вопросы Эта тема У нас будет На регулярной основе Будет какая-то Интересная тема В ролике И после И в заразном ролике Будут анонсироваться Стрим Через неделю Или две К этому моменту И подготовим Вопросы И так далее И тему сможем До раскрытия Если у вас После ролика Будут оставаться Какие-то вопросы На стриме Их можете задать И спокойно Обсудить Также хочу Подытожить По поводу Планера Да Это классное Начало Даже если Вы хотите Стать самолетом Самолетом Самолетчиком Даже потому Что Вот Все что Сказал Потому что Это тупо Дешевле Это вот Вход в эту Всю движуху Он гораздо Дешевле Если Изначать Самолет Так что Такая история Все Всем спасибо Всем до свидания Меня там Где-нибудь Найдите Напишите Если есть вопросы Вот Телеграм канал Там Леша В основном Модерирует Можете там Спросить В контактах Лучше Лучше Лично Потому что Многие будут Вопросы Какие-то Может глупые Ну Не важно Ладно Где хотите Там и спрашивайте Но Просто в чате Много вопросов Которые Мы не ответили Неудобно Немножко Все Всем удачи